Народная славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио Сегодня у нас по одному из современных календарей 21 декабря 2016 года среда По одному из старинных 11 дней месяца божественного сияния И покоя мира 7525 в лето четверик Начинаем живой эфир на тему Каледа и зимний день Перуна Автор с ведущей Дарислав Стариков Здравия тебе, Дарислав! Здравия, Алексей! Здравия всем слушателям Всем нашим друзьям Приветствую вас на сегодняшнем живом эфире И надеюсь, что наш сегодняшний эфир будет вам полезен Вы для себя почерпнете что-то новое Так что всех с наступающими праздниками! Да, значит, надо сделать небольшое, наверное, объявление О том, что 20 декабря 2016 года Сергей Данилов ушел из жизни Так что те, кто его знают Те, кто его помнит Могут нам прислать через форум обратной связи Какие-то добрые слова, записанные на диктофон И если будет таких посланий несколько, мы будем их запускать в эфир Они прозвучат у нас в эфире Потому что, как бы кто его любил или не любил Он, как мог, пытался делать от себя что-то доброе для всего славянского мира Я думаю, что таких значимых людей надо каким-то образом все-таки почитать Поэтому я предлагаю инициативу вам взять в свои руки, наши радиослушатели Записать что-либо доброе о Данилове Сергея И к нам прислать ссылку на запись Запись лучше всего размещать в облаке В бесплатном облаке Майлеру, Яндекс.ру или каком-нибудь другом Другбокс-то, например Что у вас есть под рукой, чем вы умеете пользоваться Вот проведем такой эксперимент Насколько сознание наших радиослушателей уже достигло того уровня Чтобы самим что-то делать Мы всего лишь будем, в данном случае, исполнителями Итак, объявление сделано Теперь переходим к теме нашего эфира Сегодня, с вчерашнего дня Кто-то уже начал, кто-то сегодня Празднуется или отмечается Или просто кто-то знает о том, что наступил Карачун Карачун – это предшественник Каляды Каким-то образом мы будем рассказывать о Карачуне Или сразу к Каляде перейдем? Ну, у нас, я скажу так У нас была все-таки территория расселения была большая И в каждом племени, в каждом роду, в каждом народе Были какие-то свои определенные, скажем так, особенности проведения Поэтому конкретно вот в нашей общине и в моем детстве Такого понятия, как Карачун, не было То есть было понятие Каляда Вот, то есть это рождение нового солнца Но я думаю, что о Карачуне можешь рассказать ты со своей стороны Вот, потому что, конечно же, нужно О Карачуне, если наши друзья, так сказать Славянские общины празднуют этот праздник То я думаю, что о нем необходимо сказать То есть понятие того, что уходит старый год Уходит старый Ярила То есть как раз на Каляду заканчивается цикл Ярилы И Ярила старый, Ярила мудрый, Ярила просветленный уходит И на его месте рождается через некоторое время Ярила молодой, божечка Лида, божечка Ярила Но с моей стороны, я, скажу честно О Карачуне практически ничего не знаю Поэтому я дам слово, предоставлю тебе Вот, если у тебя по этому поводу есть Какая-то информация, какие-то знания Ты можешь поделиться Но ты же ведь, наверное, все равно слышал, что такое Карачун Кто такой Карачун, да? Или что-то связанное с Карачуном Так что, может быть, ты два слова скажешь в твоем представлении Не то, что ты объяснил правильно, что Как в твоем роду, в твоей общине Не праздновали, не отмечали И ты о нем не слышал Но все-таки ты общаешься с людьми Как-то тебе кто-то что-то рассказывал о нем? Кто это такой? Карачуна в нашей традиции практически не упоминается Потому что, я еще раз говорю То есть у нас были калядки То есть мы ходили на каляду Калядовали Вот все как положено То есть значение первое Это рождение нового Ярилы С одной стороны С другой стороны Это самые темные ночи Самые длинные ночи Вот, если учесть, что все-таки На нашей территории зима В это время была достаточно суровой То празднование светлого праздника Конечно же, во-первых, поднимало у людей настроение Во-вторых, вселяло надежду в то, что они переживут эту зиму С наименьшими потерями Вот, поэтому Задабривание духов Потому что считалось, что В перерождении Ярилы Духи стихийные Духи темные Самые сильные Вот, в это время И поэтому каляда Во многом именно калядки И ряженые Не представляли собой Именно задабривание Вот этих вот стихийных духов Для того, чтобы они не травили скот Не, скажем так Приносили бедствий Вот, поэтому О каручине Я действительно Ничего не могу сказать Поэтому Хорошо, я тебя понял Итак, карачун В разных традициях И в разных поверьях Предстает совершенно в разных обличиях То это какой-то просто дух То это какой-то бог То это якобы Представитель какого-то бога То есть Кто-то его связывает с чернобогом Кто-то его связывает вообще С Дедом Морозом Кто-то говорит, что это Дух подземного мира Кто-то говорит, что это Владыка Навьих А кто-то вообще говорит, что это Кощей Все эти эпитеты Они так или иначе Нас приводят к одному Что в эти дни Творится что-то Не очень доброе Не очень хорошее Что в эти дни Как ты правильно отметил На мой взгляд Что самые темные времена И темные силы Активируются И что При активации темных сил Эти все навники И прочие Не совсем дружественные Светлым людям Существа Вылезают И празднуют Какое-то Хотя слово праздник Все-таки это светлый Но отмечают Свой день Многие Привязывают День Корочуна С какими-то Природными явлениями Кто-то говорит, что Животные Подчиняются Корочуну И каким-то образом Сходят чуть ли не с ума Волки, например Начинают себя вести Очень зло Если пробуждается Медведь То он Становится Медведем-шатуном И от него Можно много чего Нехорошего получить Поэтому В эти дни Люди старались На лошадях Не ездить Особенно там Где Рядом находились Леса С множеством дичи Если ездили То это была Совсем уж Такая необходимость И как правило Не по одному А целыми обозами Или еще Их называли поездами Вот Естественно Что самый короткий День Самая длинная ночь Поэтому Навевала много мыслей Но Вот так вот Если смотреть С точки зрения энергетической Выходя на улицу Как раз С 21 на 22 Выходил на улицу Смотрел Что там происходит Так ощущения Включал В общем-то местами Чувствовалась Какая-то такая энергетика Так современное слово Не очень приятная Не совсем наша Вот Так что На самом деле Что-то происходит Но надо же еще отметить Что Карачун Это всего лишь Навсего Образ Самого Короткого дня И самой длинной ночи И если мы переводим Это уже На Неземной На наш Системный уровень Система Ярилы Солнца То в этом случае Можно сказать Что Есть еще И ночь Самая длинная И самый короткий день Для Ярилы Солнца Если мы еще дальше Переводим Для нашей галактики То тоже Для галактики Есть Самый короткий день Самая длинная ночь И вот Если здесь Называют Просто Карачуном То В галактическом смысле Или Хотя бы Для нашей Солнечной системы Это могут называть Ночью Сварага То есть Пиком Ночи Сварага Вот Сейчас Наступило Утро Сварага Значит Естественно И для Земли Тоже Для нашего Северного полушария Что-то наступит Такое Когда Наступит И Рассвет Когда солнышко Уже войдет Свою силу Но пока вот мы В самой Низкой Точке Или может быть Наоборот В самой верхней точке Для кого как Кто-то радуется Что самая Длинная ночь Кто-то говорит Что ничего страшного Все будет Позади Все пройдет Вот Это Краткая справка По Карачуну Если будет Кого-то желание То пожалуйста Откройте Множество преданий Почитайте Как там все Трансформировалось Как Дед Мороз Появлялся Как потом он Куда-то еще Направлялся Мы на этом Больше застрять Внимание не будем Справка дана И хорошо Теперь переходим Уже к самой Калиде Итак Вот эти Короткие дни Прошли И Давай уже тогда Короткие дни Не то чтобы прошли Они только начинаются Вот И если Брать вообще Праздник Калиды Вот То Ну в советское время Он праздновался На старый новый год Вот Это понятно Что все это было связано С этими Вечными сменами Календарей Наших правителей Вот Но В любом случае Калидар Калядки Они проводились Изначально На солнцеворот То есть Именно На начало Считалось Что есть лето Есть година И вот это был Новая година То есть Новый год Для Именно Солнечный цикл То есть Один солнечный цикл Заканчивался Начинался Другой цикл Вот И Вот как раз Праздник Был направлен Именно на Прежде всего Проводы Ярилы На покой И Вот В наше общение Получается Что мы Отправляем его На Осеннее Солнцестояние Вот На новолетие Мы его Отправляем на покой И это вот Как раз Заканчивается Его цикл То есть Ярила Умирает И Рождается Новый И вот С этим Был связан Праздник Калядки Сами по себе То есть Праздновался Праздник И калядовали Как правило Ночью Вот Именно Вот На эту Длинную ночь И здесь Одно из Вот В нашей Значит Деревне Были Следующие Калядки Так как Я Детство Жил В Воронежской Области Достаточно В глухой Деревне Вот А там Близка Этнически Все-таки Была Украина И Белоруссия Вот И Значит Тех Кто Калядовал Называли Щедрушечки От слова Щедры И Калядка Звучала Следующим Образом Щедрушечка Щедровала Под окошечком Стояла Что ты баба Новорила Что ты баба Напыкла Не ломай Не кусай А под силами Давай А ты диду Колбасу Не ту хату Разнесу Вот И вот Мы с такими Значит Калядками Ходили по деревне То есть Вообще Ряжеными Всегда Были Молодые Люди Девушки И парни Они Действительно Одевались В облике Животных То есть Именно Они Так как Они Молодые Стихийные Считалось Что Именно В них И вселялись Духи Которых Нужно Было Задобрить И которых Нужно Было Накормить И Мы Тоже Делали Так То есть Если Нам Выносили Угощение Вот То Мы Благодарили И уходили Но Если же Нам Угощение Не выносили То Веселились Уже Тогда От души Заливали Водой Значит Там Крылечко Затаскивали Сани Куда-нибудь На чердак Сарая Разбрасывали Дрова То есть Это Было Олицетворение Того Что Действительно Духи Разгневаны И Хозяину Который Пожадничал Духи Приносили Разор И не только На этот праздник Но и Потом Дальнейшем Духи Ему Этому Жадному Хозяину Ну Причиняли Много Неприятностей И вот Именно Почему Щедрушечка И щедрый То есть Вот как раз В этот праздник Когда Зима Холодно У человека Естественно Просыпается Страх Голода Вот Это естественно И вот Как раз Вот этот вот Страх Он и проверялся На праздник Оттого И Одно из названий Именно это Щедрование Вот То есть Насколько человек Щедрый Насколько он Не боится Страха Голода Что он может Вот пожертвовать Своим питанием А питание Все-таки На нашей территории Да Особенно В зимы В длинные зимы В холодные зимы Это было Ну Денег не надо было Главное Чтобы Закрома были полные И вот Как раз Этот праздник Он еще и Проверял людей Насколько Они боятся Страха И насколько Они щедры И готовы Поделиться То есть У этого праздника Действительно Много значений Вот Еще одно Значение Но Сами понимаете Ярила для нас Был самым Любимым Божеством Который Согревает Который Любит Который Наполняет Радостью Наполняет Творчеством И созиданием И конечно Когда он Рождался У людей Действительно Был настоящий Праздник Как Рождается Ребенок В семье Все его Поздравляют Все ему Желают долго Здравствовать И вот тут Очень важный Момент То есть Маленький Ребенок Он Очень ярко Запечатляет Информацию И соответственно Потом с этой Информацией Растет То есть Что посеешь Что и пожнешь И вот здесь Очень важно Было Именно Поздравить Ярилу Молодого Пожелать ему И соответственно Пожелать себе То есть Вот Это Можно сказать Считалось Что Ну Начало Сельскохозяйственной Работы Потому что Начинал Нарастать День И Действительно Ярила Пробуждался Вернее Зарождался Новый Ярила Питает Нашу душу То есть Душа у нас Солнечное Сплетение Поле Золотистое Аура И Ярила Спектром Он Питает Нашу Совесть Он Питает Нашу Нашу Творческое Начало Вот И так Как Наши предки Особо Ценили Скажем Так И Берегли Такое Понятие Как Совесть То Естественно Совесть У нас Неразрывно Была Связана С Ярилом С Ярилой Солнцем Считалось Что Когда Светит Ярила Солнце То Человек Не нарушает Устоя Вот И Действительно Считалось Что Совесть Подпитывается Именно Ярилой Солнцем И Поздравить Молодого Нарождающего Ярилу Вот И Пожелать С одной стороны Ему Здравствуй С Новым Летим Новогодине Вернее И Соответственно Пожелать Себе Чтобы Ярила Дал Силы На Созидание И Вот Мы На Новолетие Разговаривали И Говорили Что На Новолетие Закладываются Планы На Новое Лето Материальные То Что Человек Будет Делать В Новом Лете То Какие У него Творческие Планы Так Вот На Коледу Как Раз Ярила Рождался Молодой И Начинал Человеку На Его Новые Планы Которые Он Заложил На Лете Начинал Давать Силы Поэтому Человека Начинали Уже Вот С Коледы Ну В Небольшой Конечно Степени Но Начинали Проявляться Уже Силы То Это Как Раз Да Красногор Масленицы Силы На Новое Созидание Потому Что Мы Прекрасно Понимаем Что Сословий У нас Было Много Вот И Не Только Сельскохозяйственные Турции Не Только К ним Привязывали Все Наши Праздники Были И Воины И Были Князья И Бояре Вот И Князей Бояр Были Свои Скажем Так Реализации Свои Задачи Цели И Не Обязательно Связанные С Сельским Хозяйством Они Вот Поэтому Лида Он Такой Действительно Очень Многогранный Праздник Ну И Понятное Дело Что Коль Духи Темные Стихийные Природные В это Время Были Наиболее Активны Вот То есть Считалось Что В этот Момент Раскрываются Врата Нави И В явный Мир Как раз Проникают Вот эти Вот Стихийные Духи Которые Как ты Сказал И влияет На диких Животных То есть Увеличивая Их Стихийную Силу Вот И на Людей В том Числе Поэтому Праздник Старались Сделать Как можно Ярче Светлее Чтобы Вот Противостоять Вот этому Вот стихийному Влиянию И Поэтому И Праздник То Сам Коляда Именно Вот Чтобы Проявить В человеке Как раз Щедрость То есть Противоположность Жадности Дикости Вот И И так далее И вот Как раз Если Вот Мы Как упомянули В самом Начале Что Коляда И Зимний день Перуна То Вот Буйствовала Нечисть Буйствует Как правило Первых Две Славянских Недели И После этого Приходит Зимний день Перуна То есть Зимний день Перуна Как раз Олицетворяет То Что Перун Пришел на Землю И Навел Порядок То есть Он Отделил Души Предков И От Духов И Он Завершает Скажем так Он очищает Землю От нечисти И Завершает Вот этот Духнедельный Разгул Ну и Во многом Конечно Остались Предания О том Что Гадали В это Время Вот Так как Все-таки Наши предки У них не было Такого понятия Что вот эти Вот плохие А вот эти Хорошие Просто Наши предки Понимали Какие силы Влияют На инстинкты В человеке И на его Скажем так Животные Силы А какие Силы Влияют На его Божественные Качества И старались Поддерживать Связь И умение Взаимодействовать И с теми И с теми Силами Поэтому Гадали Действительно Вот Общаясь Именно Вот С духами Потому что Темные Духи И светлые Духи Это уже Понятие Такое Достаточно Относительное Особенно Если Человек Занимается Природной Магией Просто Есть Спектр Взаимодействия Сил С которыми Человек Может Взаимодействовать А с которыми Он не может Взаимодействовать На самом деле У нас Спектр Взаимодействия С природными Силами Он невелик Вот И поэтому Есть силы Стихии С которыми Человек Не может Взаимодействовать Потому что Это настолько Сильные Силы Что Человеку Это очень Опасно Вот Так же Как и Силы Прави То есть Умение Взаимодействовать С силами Природы И силами Особенно Со стихийными Силами Человеку Всегда Помогали Боги Прави И в нашей Традиции Считалось Что Есть Действительно Стихийные Боги Которые Отвечают За исполнение Инстинкта В животном Мире И этим Инстинктом В равной Степени Подчиненный Человек Вот А есть Боги Прави То есть Если брать Например Стихию Огня То Симаргл Огней Бог Это не Есть Сама Стихия Это Есть Бог Прави Который Управляет Данной Стихией К Стихии Скорее Больше Относятся Духи Огня Такие Как Огненные Саламандры И Когда Мы На праздниках Взаимодействуем С Стихией Огня То Мы Вызываем На праздник Симаргл Огнебога Который Благословляет Всех Присутствующих На празднике И Наделяет Их силой Взаимодействия С Огненной Стихией Поэтому Люди Прыгают Через Костер Очищаются Ходят По Углям И Не Причиняют Себе Никакого Физического Вреда То же Самое Можно Сказать И Про Перуна Батюшку Который Управляет Силой Молнии Силой Электричества То есть Есть Стихийное Электричество Вот И Силой И духи Которые Этим Управляют Природные Вот А есть А Перун Батюшка Он как раз Управляет Данной силой И позволяет Нам Тоже Учиться Ей Управлять И Таким Образом Есть Действительно Вот В кельтской Традиции Это сохранилось То есть Ну У нас Считается Что У Велеса Есть темное Проявление Есть светлое Проявление Но У Кельтов Например Бог Стихии Растительного Мира Бог Леса Это Кернунос То есть Это Получеловек Полуолень А Бог Прави Это Как раз Велес Который Нам Помогает Взаимодействовать Со стихией Огня То есть На том В том Спектре В котором Вам Нам Вообще Возможно И Поэтому Когда Сотворялись Кумиры Богов То Здесь Нужно Было Смотреть Вообще Чем Ближе Изображение Кумира Было К нашему Облику Человеческому Вот Тем Сила С которой Мы Взаимодействуем Природная Ближе К нам И нам Проще С ней Взаимодействовать Нам Проще Ее Переваривать И Проще С ней Общаться И Соответственно Чем Стихийней Кумир Изображен Тем Стихийней Он Силу Изображает И тем Сложнее С ней Взаимодействовать Но Проще Сказать Вот Если Взять Например Жеребца Который Вырос В Табуне В Абсолютно Диком Состоянии Можете Представить Его Силу И мощь Лет Пять Жеребцу И Взаимодействовать С таким Жеребцом Просто Так Не Получится Ни У Кого То Есть Это Нужно Иметь Очень Сильную Волю Физическую Подготовку Ну И Самое Главное Опыт Конечно Если Такого Жеребца Объездить То Это Будет Ну Такая Боевая Машина Как Раньше Делали Казаки Казакам Давали Как раз Лошадей Четырех Пятилетних То Их Брали из табуна И Они Имели Навыки Как раз Объезжать Таких Лошадей И Конечно Этот Конь Потом Был Действительно Друг Помощник Боевой Они Не Боялись Они Их Пристреливали Они Не Боялись Огня И Боевые Кони Как Если Вы Знаете Они Бились В Строю На Равне С С С С С И Если Человек Неподготовлен Начинает Взаимодействовать С Таким Конем То Он Его Может Просто Убить Вот Поэтому Здесь Нужно Очень Грамотно Подходить К праздникам К Магии Взаимодействию С природными Стихийными Силами Вот Потому Что Очень Много Случаев Когда После Праздников Без Соблюдения Соответствующих Норм И Правил Люди И попадают В аварии И С ними Случается Много Чего Нехорошего Потому Что Вы Должны Понимать Что Взаимодействии Со стихийными Силами Вы Раскачиваете Стихию Прежде Всего В себе Саму Вот И Если У вас Недостаточно Внутренней Силы Чтобы Ее Сдержать То К этому Подходить Нужно Достаточно Аккуратно И Осторожно Иначе Ваша Стихия Вас И Приведет К Плачевным Результатам Так Вот Как раз Каледа Это Как раз Праздник Когда Вот Эти Стихийные Силы Именно Считалось Что Это Именно Темные Силы Если На Купалу Как раз Купала Или Вернее Не Купала Даже А Хорс Это Противоположность То есть Там Светлые Стихийные Силы А здесь Темные Стихийные Силы То есть Ну Светлые И темные Я уже говорил Понятие Такое Более Энергетическое Но Зимой Духи Были Ну Более Жесткие Скажем Так Которые Сильнее Влияли На Человека И Сильнее Пробуждали В нем Вот Эти Вот Стихийные Качества Там Злобы Ненависти Жадности И так Далее Вот Поэтому Я еще раз Говорю Праздник Был Очень Многоплановый Со Многими Составляющими Вот И Праздновали Его Еще до Принятия Христианства Вот Это уже Христианство Потом Наложило Так сказать На все наши Праздники Свои Свои Интерпретации Вот Сделали Значит Иисуса Христа Новым Богом Олицетворяющим Солнце У славян И Соответственно Уже Сделали Праздник Рождество Христово Которое Как раз И наложили На Солнцеворот Но Опять же Благодаря Вот Всем Вот Этим Датам Сменам Календарей Получилось Так Что Нашу Калиду Нашего Калиду Освободили От От Этого Праздника И У Них Теперь Рождество Аж 7 Января Поэтому Можно Совершенно Спокойно Праздновать Свои Праздники Вот И Не Оборачиваясь На Христиан Ну и Сезонными Рома Были Полные Летом Сложнее Было Трудить Сложнее Было Праздновать Потому Что Трудов Было Много А Зима Как Правило Она И В основном Такая Была Всегда Веселая Праздничная С одной Стороны Если Урожай Был С другой Стороны Конечно Зима Была Очень Суровое Испытание И Здесь Это Сейчас Горят Фонари И Мы Знаем Что В Магазине Всегда Будет Хлеб Там Или Все Необходимые Продукты И Они Не Закончатся Представьте Себе Например Зимние Морозы Которые Начинались В середине А то и в начале Ноября И заканчивались Только В конце Или в середине Апреля Вот То есть Нужно было Сохранить Скотину Нужно было Сохранить Поголовье Там И пшеницу Случиться Могло Все что угодно И поэтому Конечно Люди Очень трепетно Относились Ко всем Духам Ко всем Скажем так Силам Природным В том числе К предкам Вот То есть В некоторых Значит Родах Была традиция На коледу Еще и Сжигать Значит Старую Одежду Сжигать Старые Поджигать Солому Считалось Что это Значит Греть духов Греть предков Вот Ну вот Иногда И Доставалось Нам Когда Какой-то Нерадивый Хозяин Выскочит И с нами За нами С черенком От лопаты Вот Ну то есть У меня Самые Светлые Воспоминания На этом Праздники С детства Алексей Да уж Когда ты Рассказывал Про Калятки Хату Разнесу И про то Как вы И про то Как вы Поливали лесенку Чтобы кататься И дровички Разбрасывали Конечно Светлые Воспоминания Да Я понимаю Светлые Воспоминания Ничего Не скажешь Представляю Себя Вот Сейчас Как взрослый Человек Ты себе Представь На месте Того Хозяина Который Так Ну Засиделся Грубо говоря Там Чем-то Занимался Утром Пионеры Так Стучат Ему Эй Хозяин Давай Там Калятки Мы Не утром Ходили Мы Ходили Вечером Ну Тем более А он Там На печку Когда начались Новые сутки Мы Все Мы Собирались И шли На праздник Хорошо А он На печку Солился А вот Нечего Сидеть На печке Нужно Почитать Духов Вот И соответственно Нужно Уважать Их Вот А иначе Вот Ты Собирай Потом Сани Стаскивай С крыши Сарая В общем Все равно Злые Нельзя так С людьми Нельзя Вдруг Он там Слушай Получается Такая интересная Ситуация Может Получиться Остался Старик Один дома А эти Дети Пошли Калятовать Соседнюю Деревню А он Там Совсем Никакой А вы Его Донимали 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 Ну ладно Хорошо Мы же Олицетворяли Духов Причем Духов Таких Не очень Добрых Поэтому И нужно Было Их Задобрить Вот Есть Кстати До сих пор Праздник И я Как-то Даже Видел Его По телевизору В Где-то В Таиланде Там На югах То есть У них Праздник Так и Называется Кормление Духов То есть Когда Они Накрывают Столы Деревней И На эти Столы Значит Шаман Приглашает Духов И Люди Начинают Кушать И Если честно Я тебе Хочу сказать Вот Показывали Лица Присутствующих На празднике На празднике Аборигенов И Некоторые Лица Были Абсолютно Отсутствующие То есть Действительно Было Видно Что Значит Личность Не присутствует В данном Человеке Что в нем Действительно Присутствует Дух И так Как Духи Бестелесные Они Могут Питаться Особенно Низшие Духи Могут Питаться Именно Иманациями То есть Когда Человек Кушает И вот В этот Момент В момент Потребления Он Выделяет Энергию Вот И именно Этой Энергией И питается Данный Скажем Так Дух И вот В христианской Традиции Не только В христианской Традиции Вообще В современной Традиции Если ты знаешь Покойных Принято Поминать Едой То есть Когда Считается Самые Лучшие Поминки Это Когда Что-то Вкусное Сладкое Пекут Булочки Там С медом И Кормят Детей И дети Говорят Кушаю За Иван Иванович Или Скушайте Детки За Иван Иванович То есть Ребенок Вкушает Пищу И вот Эта Светлая Энергия Которая Выделяется Когда он Потребляет Пищу Идет Иван Иванович Вот Поэтому Калятки Это Был Очень Важный Праздник Именно То есть Молодые Люди Молодые Подростки Юноши И девушки Они Олицетворяли Именно Вот это Молодое Стихийное Яркое Поколение И Считалось Что они Действительно Одевая Маски Предоставляют Духом Своё тело Для того Чтобы Они могли Воспользоваться И покушать Вот Поэтому Люди Каляде Относились Всегда Очень Почтительно И Очень Почтительно Относились К тем Кто Брал На себя Такую Ответственность Кормить Духов И Ряженые Которые Одевались И Это Было Очень Ответственно И Поэтому Ну Коль уж Ты Так Поступаешь И Так Не Уважаешь Духов Ну Расплачивайся Я Хочу Сказать Что Таких Было Немного Но Были Знаешь Еще Есть Какой Интересный Феномен Я Обратил Внимание Сейчас Очень Популярно Стало Калядование Да И Вот Эти Ряженые Стали Достаточно Популярны Ходят Куролесят И Не Только Кстати На Каляду Но И В Другие Дни Я Летом Видел Ряженых На Купалу Когда В Те же Самых Масках Харях В Тулупах Появлялись На Купалу И Бродили Прыгали Ходили К народу Приставали И Даже Ходят В крупных Городах По Центральным Улицам Там Где Обычно Гуляние Проходят И Нормально Все Воспринимается Но До такой Степени Они Входят В это Состояние До такой Степени Заигрываются Что Такое Ощущение Как будто Там уже Не люди Как будто Там уже Находятся Некие Сущности Другого Порядка Другого Уровня Но Это еще Полбеды Если человек Умеет Входить И умеет Выходить То Ничего Страшного Здесь Нет Побывал В том В иномере И вернулся Ничего Страшного Дал Возможность Духу Посетить Твое Тело И обратно Его Брал Тоже Ничего Страшного Если Ты умеешь Это все Делать Но Ведь Современные Многие Люди В это Играют И У них Нет Четкого Представления Понимания О том Как Это правильно Делать То есть Нет Представления О технике Безопасности И К сожалению Впустить Ты себя Дух Очень Просто Но Убрать Его Порой Бывает Очень Сложно И вот Люди Которые Некоторые Занимаются Или уже Занимались Этими Так сказать Ряженством Многие Себя Полностью Истащили И Некоторые Даже Ужили Из нашего Мира Хотя В общем-то По возрасту Не такие Они И уже Еще Дряхлые Были Вот Это Момент Который Надо Надо Учитывать И Понимать Что Происходит С человеком Когда Он Этим Начинает Заниматься Уже Постоянно И чуть ли Это уже Не становится Его профессией Я Понимаю Весь Как это Английское Слово Кайф Когда Ты Погружаешься В что-то Такое Тебе Непонятное Новые Ощущения Идут И так Далее Вот Но Одно Дело Когда Человек Молодой Когда Еще Энергия Бурлит И Девать Некуда И Когда На природе Живет Когда Есть Рядом Какие-то Ведущие Люди Но Они за тобой Могут Присмотреть Могут Что-то Убрать Из тебя Если Что-то Случилось А Другое Дело Что Сейчас Этим Очень Повально Слово Не Подходит Активно Стали Заниматься Многие Городские Люди В городе Совсем Другая Ситуация Там И так Эти Духи В общем-то Никуда И не Прячутся Они Бескоричуна Себ Хорошо Чувствуют На каждом Шагу И Тут Еще Им Открываются И Начинают В это Играть Именно Играть Без Понимания И Вот Тут Начинаются Серьезные Проблемы Со Здоровьем Ну Вот Мы Для того И делаем С тобой Эфир Для того Чтобы Объяснить Людям Что Такое Ряженое Кто Это Были Ряженые Для Чего Они Рядились Вообще Потому Что Современную Литературу Открою Ну Да Вот Ходили Одевались Праздновали А Зачем Они Это Делали Никто Ведь Не И Причем Духов То Не Не Самых Добрых Ведь Одевали Козлов Одевали Медведей Волков На себя Одевали Вот Но Нужно Понимать Что Я Не зря Рассказал Про Зимний День Перуна То есть Все наши Праздники Которые Связаны С Хождением По Снегу Босиком С Хождением По Углям И прыганием Через Костер Как Раз И Вот Вот Эти Духи Направлено На то Чтобы Лишнее Лишних Выгнать Вот У нас В любом Случае Так или иначе Присутствуют Духи Симбиоты Вот Которые Живут С нами Помогают Нам То есть У нас Ведь Тоже Есть Инстинкты Пищеварение Размножение Сон И Кто Кто-то Отвечает За этот Инстинкт Кто-то Подчиняется Вселенским Скажем Так Силам Векторным Поэтому Так вот Лишнее Как раз Хорошо Лишнее Сбрасывались Ненужные Сбрасывались Вот На праздниках Таких Где прыгали Через костер Прыгали И На Как раз Вот Когда Калятки Были вечером А на следующий день Это было Само гуляние И Само гуляние Тоже И через костер Прыгали Потом На праздник То есть Как раз И происходило Это Вот Это Очищение От Духов Которые Покушали Там Ночью Вот А днем Уже Когда Праздновали Рождение Нового Ярилу Устраивали Массовые Гуляния Вот И в том числе Сейчас Не упоминается Но Все наши Праздники Как правило Сопровождались Прыганием Через Костер И в том числе И Каляда Не исключение Ну вот А если учесть Вот Здесь Краснодарских Скажем так Общинников У них снега нет Порой зимой Так они Круглый год По углам Босиком бегают Широка Россия Матушка Да Я вот Что Думаю Ты сказал Что Две недели Отделяют Каляду От Зимнего Дня Перуна Но Если Определенные Скажем так В староверческих Общинах Предания О том Что сотворил Перун На Каляду Что сотворил Он до Каляды Что сотворил Он после Каляды И в частности Вот почему Зимний день Называется Его именем Зимний день Перуна Как-то Может быть Эту Традицию Мы осветим С тобой Раз уж Ты так Или иначе Близок К ней Да Не все же Мне рассказывать Поэтому Давай Начинается Представляю Я тебя пригласил Чтобы послушать А тут Сам Теперь Давай Рассказывай Поломал Ты все Мое настроение Такое Я рассказал Тебе Причем Я считаю Немало Рассказал То есть Только я настроился На доброго Слушателя А ты тут На теперь Давай На трибуну Залезай Нет Покоя Старяку Ну ладно Давай тогда Вспомним О том Что Уже В прошлой передаче Мы тоже Об этом Касались Но напомнить Наверное Стоит Об этом Случилось так Что в определенный момент Не другие Всего доброго Из пекельного мира Стали Людей Захватывать И Уводить Себе В полон Кого-то Хитростью Кого-то Силой До такой степени Они уже Оборзели Говоря Современным Русским Мохаммель Что Уже Стали Делать Чуть Потаённо Пытались Сделать Потаённо И Со своей Дружиной Вошёл В это Пекельное Царство Пекельный Этот уголок И там Устроил Устроил Порядок Скажем так Разогнал Всех Тех Кто Творил Беззаконие Там У черте Случился Переполох Многие Стали Оттуда Выскакивать Ну И Когда Он Перун Вывел Вместе С своей Дружиной Последних Родичей Оттуда То Для того Чтобы черти Оттуда Не выскакивались Всякая Другая Нечисть Он Завалил Вход В тот Мир Горами Кавказскими После Этого Он Развёл Людей По своим Территориям Где они Жили Где их Радости Встречали И Вот Как раз В тот Момент Когда Это Всё Происходило Этот Момент Эти дни Соответствуют Как раз Каледе То есть Их встречали Как раз На Каледу Поэтому Такой Праздник Поэтому Такая Радость Те Существа Которые Выбросились Из Пекельного Мира Выбрались Из Пекельного Мира Они Остались Естественно Без хозяина Естественно Не понимали Что делать И Ходили Побирались Естественно Что Вот эти Мордашки Все симпатичные В кавычках С рогами С хвостами С шерстью Уздыбленной Они Они Как-то К столу В общем-то Наших Родичей Не Приходились То есть Как-то Не совсем То И Поэтому От них Пытались Избавиться Давали Им Какие-то Вкусняшки Что-то Со стола Чтобы они Поели И быстро Уходили Вот Таким Образом На Калятке Или по-другому Еще день Минари Называется Который Кстати Если Минари Мы Понимаем В древности То Это еще Многие Тысячи лет Назад Происходило На нашей земле Но мы сейчас Говорим Более близко Вот То И заодно Здесь И нарождается Новое солнышко Новая година Или кто Говорит Божич Народился Кто Говорит Хорс Кто-то Говорит Ярила По-разному Традиций Много И Естественно Что Вот эти Сущности Вот эти Вот Чертики Или Какие-то Непонятные Существа С масками Они как раз Символизируют Тех Ребят Которые Спекельного Мира Выбрались И поэтому Как один Из вариантов Помимо душ Про которые Ты говорил Что это Как раз Те самые Ходят Господа И Просят Себе Покушать Ну а поскольку Они Ребята Буйные Не Удерживаемые В рамках Приличия То в том Случа Если кто-то Им что-то Отказывает То они Начинают Делать Всякие Гадости Они Начинают Или Корову С собой Вводить Или Залог Какой-то Брать Или Еще что-то Делать Но Так же Нечисть Она Чем Характеризуется Что Не можно Жить Просто так Без людей Хороших Им Все время Хочется В дом Забраться Ну поэтому Многие Пытались Еще и В дом Залезть Через окна Через двери Их Если метло Не удавалось Выгнать То давали Большой Откуп Это Вот Такой Вариант Потом В дальнейшем Уже После того Как Появилось Христианство На Руси Стала Производиться Подмена И Божий Естественно Стал Как Иисус Подаваться Вместо Шеста С Каким-нибудь Калядником Или Каким-нибудь Другим Солярным Символом Или Ергой Или Со свечой Или С факелом Появилась Ифлеемская Звезда И Калядки Превратились Вот В те Самые Калядки Которые Очень часто Говорят О Нарождении Нового Бога А где-то Говорится Открытым Текстом Иисуса Вот Такая Произошла Метаморфоза Но Это Только Часть Наверное Всего Действия Я Если Позволишь Еще Немножечко Времени Займу Нашего Эфира И Расскажу О Другой Полной Версии На мой взгляд Которая Как раз Перекликается С более Древними Временами То есть Что происходило На мой взгляд В те времена Где традицию Почитали И где Вот эта версия Про Перунного Войска Про Перунную Дружину Была В преданиях Жила Собирались Молодые Люди Парни И девушки Мужчины Это уже Все-таки Жену Имеет Хозяйство Парни И девушки И они Разбивались На две команды Первая команда Олицетворяла Собой Вот эти Темные силы Вторая команда Олицетворяла Собой Светлые силы Дружину Перуна Дружине Перуна Все были одеты Как подобает Но там могли быть Несколько Образов Животных Коза Могла быть Медведь Волк Иногда Лиса Потому что Сказано В ведических Писаниях Что даже Темным Не закрыта Дорога В развитие Светлое Поэтому Если Кто-то Из Ранней Нечисти Решил Идти По светлому Пути То им Давалась Возможность Быть На стороне Перуна Вот А вторая Команда Одевала На себя Как раз Вот эти Лики Правильно Назвать Наверное Хари Какие-то Маски Рога Хвосты Приделала Выворачивала Тулупы И И та И другая Команда Запасались Несколькими Мешками Сначала Во двор Заходили Представители Темных Они Демонстрировали Примерно Все что Ты рассказал О том Как вы Себя Вели Пытались Получить Компенсацию С хозяев Угрозы Какие-то Были Если Там Чем-то Были Недовольны Они Переходили Уже К действиям И в конечном Итоге Такой степени Они Доставали Хозяев Что Хозяева Обращались Светлым Богам И В частности К Перуну И появлялась В этот момент Вторая часть Команды Дружины Перуна Где Впереди Шел Человек Несущий Огневицу Несущий Факел Несущий Символ Солнца Со свечой Внутри Или Это могла Быть Какая-то Другая Солярная Солярный Символ Рядом Опять же Если это были Животные То они шли В перевах Лядах А сзади Уже шли Сами Дружинники И вот эта Команда Дружина Она становилась Между нападающими Темными И хозяевами И Просто-напросто Выпроваживали Их со двора Темным Ничего не оставалось Делать Как идти в другой Двор А в этот момент Светлые Поворачивались К хозяевам И пели уже Здраственные песни То есть Если Это была Молодая семья То Желали им Добра Желали им Достатка Желали им Прибытка Желали им Новых детей Здоровых Если это Была уже Семья С множеством Детей То Желали Достатка И здоровья Если это были Пожилые Ну естественно Достаток И здоровья Сам Бог Велел За это Им тоже В мешки Бросались Какие-то Вкусности Какие-то Съясные Припасы В тот момент Когда Вот так вот По добру Распращивались Добрые С хозяевами Темные Уже там Устраивали шурум-бурум Уже воевали В соседнем дворе И оттуда Слышались голоса Что Боже спаси Перуни Приди на помощь И так далее Ну До свидания До свидания И светлая Светлая дружина Шла В тот двор Откуда Были слышны Призывы Помощи Вот таким Вот образом Происходило Все действие Из-за двора В двор Сначала Приходили Темные Потом Приходили На помощь Светлые И тем Другим Доставался Каравай Или Какие-то Припасы И когда Обходили Все дворы Или те дворы Которые Необходимо Было Обойти То все вместе Все веселые Гурьбой Ватагой Шли В какой-то Большой дом Который Они снимали Нанимали Снимали С себя Вот эти Вот ряхи Снимали С себя Какие-то Маски Ставили Символ Калиды В красный Угол И Садились За стол Праздновать Естественно Хозяев Звали к столу Угощали И вот Таким образом До утра Сидели И утром Уже Выходили Встречать Солнышко Народился Солнышко Все вместе Праздновали Вот Как-то так Ну вот Я считаю Что необходимо Все-таки Наверное Как-то поговорить На тему Темных и светлых Давай поговорим Потому что Если взять Ночной Дневной Дозор Там Как-то Фамилия Автора Не помню Лукьян Лукьян Ты забыла Я тоже Давно Поэтому забыл Понять Кто светлый И кто тёмный Очень сложно Просто Одни пакостят Ночи Другие днём Ну в общем Да Как-то там Трудно разобрать Кто из них Больше провинился Да И кто там Что делает Вообще И как их поделить Между собой Вообще Очень сложно Вот А всё-таки В нашем представлении Было понимание Стихийных Духов Стихийных Инстинктов И соответственно Прави и совести То есть Инстинкты Это Мир Природы Мир Животных А Правь и Совесть Разум Это Аспекты Скажем так Божественного Божественного Явления В человеке Вот Потому что Человек Если в нём Не присутствуют Такие понятия Как божественная Правь и совесть Он от животных Мало чем отличается То есть Он ведёт себя Точно так же Он может воровать Грабить Убивать Всё то же самое Что делают Животные В лесу И если Внимательно Посмотреть То действительно Вот Природа Устроена Как некий Автономный Механизм Который живёт Автоматически И Без вмешательства То есть Независимо От присутствия Человека Природа Будет жить И существовать Если мы уйдём То есть Мы В какой-то степени Только нарушаем Её Жизнь Она Очень Грамотно Изначально Устроена Таким образом Что Живые существа Уравновешивают Друг друга Вот То есть Олени Уравновешивают Волки Олени В свою очередь Уравновешивают Траву И леса Ну и так далее Все вы В школе В детстве Все эти Экологические Цепочки Изучали И прекрасно Знаете Что они Очень Чётко Увязываются Между собой И соответственно При их нарушении Начинается Нарушаться Очень сильно Гармония И баланс Вот И Есть Человеческий Аспект То есть Животные Животные Живут Инстинктами Ну Для примера Я всегда Люблю приводить Пример Дикого Кабана У дикого Кабана Нет Инстинкта Отсовства То есть Он У него Не присутствует Поэтому Чтобы Объяснить Как Сбалансирована Природа И сбалансированы Силы В природе Вот На примере Кабана Очень хорошо Видно То есть Кабан В момент Спаривания С самкой Спаривается То есть У него Этот инстинкт Есть А дальше Самка Уходит Отдельно От стада И строит Отдельно Логово И в этом Логове Она Рождает Поросят И Кормит Их То есть У самки Материнский Инстинкт Есть Он прописан Соответственно Она Их Кормит И в то же Время Если вдруг По какой-то Случайности Дикий Кабан Их отец Появится На горизонте То она Его близко К поросятам Не подпустит Почему Потому что У кабана Нет Отцовского Инстинкта У него Есть Инстинкт Охоты Причем Если вы Знаете Кабан Не охотится На крупную Дичь Он Охотится Только На мелких Грузунов На корни На ягоды На плоды И так далее Поэтому Маленькие Поросят А если Они ему Повадутся То они Будут Ему Как раз Как Мелкие Грузуны То есть Он Съест Но Чтобы Этого Не Происходило Как Раз Вот Здесь И Прописан Материнский Инстинкт Самки Кабана То есть Она Его Просто Не Пустит К ним Как Также В свою Очередь Самка Определяет Что Они Уже Выросли Да Очень Просто У нее Просто Не Хватает Молока Когда Они Вырастают И Для нее Это Своеобразный Знак Того Что Их Можно Ввести В стадо То есть В этот Момент Они Перерастают Уже Вот Ту Зону Охоты Кабана Они Вырастают Из мелких Грузунов И Соответственно Кабан Их Принимает Свою Стадо И Начинает Их Охранять То есть Как Вы Видите Все Очень Сбалансировано И Все Очень Грамотно Прописано Потому Что У Животных Понятия Личности В нашем Понимании Как Таковой Нет То есть У них Есть Зачатки Личности Но Она Чисто Своя И Они Сугубо Подчинены Инстинктам Что Касается Человека И Жизни Человека И Социума То Человек Призван Повесть Это Совместная Весть С Миром Божественной Прави Если Внимательно Посмотреть На Устои Которыми Живут Животные И Которые Нам В заповедях Гласят Веды То Эти Устои Вам В некоторых Местах Противоположны То есть В лесу Слабый Больной Погибает В первую Очередь То есть Бежит Там Стадо Оленей Если Какой-то Олень Подвернул Себе Ногу То Конечно Стадо Останавливаться Не будет Чтобы Его Уберечь От Волков Они Пойдут Дальше А он Сразу Погибнет А вот Нам Как раз Совесть Велит Слабому И больному Помочь И Если Там Раненого Вдруг На Войне Ранили То Совесть Гласит Его Скажем Так Однополчанам Помочь Ему Спасти Его От Смерти И Человек Себя Очень Плохо Чувствует Если Это Не Исполнит То Совесть Будет Грызть Далее Если Вы Посмотрите То У Животных Нет Такого Понятия Как Воровство У Них Есть Инстинкт Охоты И Этот Инстинкт Он В равной Степени Действует И на Нас Точно Так же Но Нам Совесть Велит Чужого Не Брать То Если Вы И Смотрите Что Лежит Чей-то Кошелек Инстинкт Охоты Говорит Бери Чужая Потеря Твоя Находка Вот Кто-то Потерял Ты Нашел А Свет Говорит Зачем Тебе Брать Чужое Это Же Не Твоя Ты Же Не Ложил Зачем Ты Будешь Брать А Возьмешь Чужое Отдавать Своё Придется И Таким Образом Законы Противоположны И Во многом Совесть Противоположно Законам Инстинктов Так вот Инстинкты В нашем мире За их Работу За их Исполнение Отвечают Духи Духи Природные И во многом Раньше Наши предки Духов Изображали Именно В виде Животных Духи Козла Духи Козы И так далее Если вы Внимательно Посмотрите То многие Люди Они действительно По поведению По Бессознательному Похожи На поведение Тех или иных Представителей Животного мира Вот То есть Тёмными Назывались Именно Вот Те духи Которые Исполняют В нашем Теле Инстинкты И Очень часто Именно Они В человеческом Сознании Между собой Испорят Потому что Божественная Правь В человеке Присутствует Одновременно С инстинктами Вот То есть Тело Относится К миру Природы Оно Живёт Инстинктами А Дух Душа Совести Личность Во многом Относятся К миру Прави И живут В мире Совести Божественной Почему И говорится Вот Очень такой Важный Инстинкт На который Сейчас Многие Не обращают Внимания Это Инстинкт Размножения То есть Почему Мужчина Очень часто Уходит В другой Женщине Или Заводит Себе Любовницу Или Ещё Одну Женщину Иногда И Жену Если Вы Внимательно Посмотрите То В мире Природы Присутствует Данный Инстинкт Многие Многие Животные Живут Стадами Сам Ярила Солнце Он Многоженец Вокруг Него Много Земель Вращается Которые Живут С ним В связи Вот Но У нас В заповеди Говорится На единую Жену Должен муж Посягать А иначе Спасение Вам не узнать Ну О каком же Спасении Речь Идёт На самом деле Всё Очень Просто Человек Для себя Выбирает В каком мире Он будет жить Если он Считает Что он Сильнее всех И может Силой Решать вопросы Это относится К миру стихии То есть В мире В лесу Там Вроде бы Как тоже Кто сильнее Тот и прав И соответственно Если он Выбирает Данный Вид Скажем так Существования То тогда На более сильного Найдётся Ещё более сильный Или на хитрого Всегда найдётся Более хитрый И если вы Внимательно Посмотрите Как живут Преступные Сообщества То они Живут Строго По законам Волчей стари У них есть Вожак У них есть Шестёрки У них Всё строго Регламентировано Причём Именно В плане Животного Мира Вот И если человек Выбирает Для себя Этот мир То соответственно И к нему Относится Точно так же То есть всегда Найдётся Тот Кто его Введёт В баланс То есть Хитрого Всегда найдётся Более хитрый Насильного Всегда найдётся Более сильный То есть Так или иначе Но природа Его Стабилизирует Если он Сам себя Не может Стабилизировать То есть Кто Человеку И его Инстинктам Может противостоять Только сам Человек И его Совесть Внутри Внутри Него Самого Соответственно Если же человек Для себя Выбирает Мир Прави И мир Совести То и мир Вокруг него Начинает Складываться Именно В таком же Ключе То есть Вокруг него Начинают Подбираться Люди Которые Тоже Стремятся Жить По совести И стремятся Жить Именно Миром Божественной Прави И вот Здесь Очень важно Для себя Определить То есть Какому Миру Вы хотите Многие Говорят Да как Можно Жить По совести Когда Все Кругом Воруют Да Все Кругом Воруют Но Они Будут Сами Отвечать Перед Предками Перед Родом Человек Всегда Отвечает За свои Поступки Сам Вот И не Бывает Такого Что Вот Там Вместе Нашкодили А отвечать Только Вася Будет Вася Будет Отвечать Ну и Ты Тоже Будешь Отвечать Не Этот Раз Так Следующий Раз И вот Здесь Очень Важно Понимать Что Высшие Души То есть Души Когда Приходят Более Высокого Порядка Воплощаются С них Спрос Очень Жесткий По Законам По Устоям Прави И Поэтому Кому То Разрешено Воровать Вагонами А кому То Даже Гвоздя Лучше Не Трогать Потому Что Ну Вот Наказание Придет Сразу Он Сразу На Себе Это Почувствует Вот То Есть Чем Моложе Душа Чем Она Стихийней Тем Ну Скажем Так На нее Смотрят Как И в Семье На Малого Чада Прикрыв Глаза Руками Но Подросток А тем Более Взрослый Сын С него Спрашивается Уже По Полному Поэтому Вы Многие Я уверен Те кто Нас слушает Замечали В жизни Что Кому То Действительно Позволено Воровать Вагонами Вам Воровать Нельзя Потому Что Вы Живете По Законам Прави По Устоям Прави По Устоям Совести И Вам Дается Больше Потому Что Очень Часто Наблюдая За тем Кто Ворует Вагонами Какая У него Потом Судьба В дальнейшем Он Теряет Детей Семью А иногда Очень Часто Остается Несчастливым На старости Лет Без Здоровья Без Семьи И Начинает Только тогда Понимать Что Он Вот За эти Вагоны Отдал Все И в том числе Свою жизнь Вот Поэтому Темные Светлые Считались Духи Вернее Боги Прави И Совести И Духи Стихии И инстинктов Которые Отвечали За исполнение Данных Инстинктов Потому Что Мы Живем В двух Мирах Одновременно То есть У нас Достаточно Такое Сложное Положение У человека То есть Мы Созданы Для того Чтобы Соединить Мир Божественной Прави И Мир Природы И В нас Именно Он И Соединяется То есть Через нас Можно сказать Правь Взаимодействует С миром Стихия Она Ее Упорядочивает Она С ней Взаимодействует Она Ею Управляет И так Далее То есть У нас Положение Достаточно Сложное Которое Все время Находится В балансе Поэтому И вот Ты Алексей Рассказывал Что Дружина Перуна С одной Стороны С другой Стороны Дружина Ну как Не дружина А сборище Духов И Вот эта Борьба Она Не то что Борьба Это такое Своеобразное Противостояние Двух Миров Которые С одной Стороны Противоположны А с другой Стороны Они друг Без друга Жить не Могут И не Могут Реализовываться Потому что Тело Без Совести И разума Это Просто Мясо А дух Без тела Это Бесплотный Дух Который Тоже Ничего Не Может Сделать Вот И Наша Культура Извечно Основывалась На балансе Этих Двух Начал Потому как Убив В себе Инстинкты Раньше Времени Человек Теряет Здоровье Соответственно Не может Размножаться Не может За себя Постоять И так Далее А потеряв Связь С правью И потеряв Совесть Он Соответственно Теряет Вид Человеческий А это Всегда Было Чревато Тем Что Душа Погрузившись Сильно В стихийный Мир Теряла Связь С правью И могла Быть Потеряна Для прави Таким Образом Что Если Человек На протяжении Нескольких Жизней Погружается В И стихии И ведет Себя Как животное Могло В конце Концов Наступить Развоплощение То есть Когда душа Изначальная Божественная Частица Очищалась От всего Того Что было Накоплено За Жизни И Засеивалась Скажем так По новой Вот И конечно же Наши предки Понимая Это все Очень Внимательно Относились И всегда Старались Жить По совести И каждое Деяние Мерили Совестью Потому что Потеряв Связь Справье Человек Погрузиться И действительно Попасть В мир Назывались Пекельные Миры Вот То есть Это погружение В мир и стихии И оттуда Мало того Что было сложно Выйти Подняться Была вероятность Вообще Не подняться И вообще Не выбраться Вот И вот Именно Это взаимодействие Двух Миров Двух Начал Стихийного И божественного Всегда Взаимодействовали В нашем мире Яве В данном Временном Потоке В нашей культуре И наша культура Старалась Не угнетать Ни одно Ни другое Начало Вот Потому что Если взять Человека Так как он Проживает Свой мир Свою жизнь То рождается Ребенок Он полностью Стихиен У него еще Нет инструмента Которые Им управляют То есть Ему управляют Полностью Инстинкты И соответственно По мере его Взросления Если вот Взять лекцию Круг жизни Вот То есть С каждым Новым этапом В нем Как раз Больше реализовывалось Правь и совесть И все меньше И меньше В нем Реализовывались Инстинкты И проявления Стихийных сил Вот И Вот такие вот Знаковые праздники Борьбы Именно темных И светлых сил Как правило Всегда Заканчивались В нашей интерпретации Именно победой Светлых То есть Победой сил Прави И совести Потому как мы Потеряв правь и совесть Мы теряем Человеческий вид А потеряв Человеческий вид Мы Теряем Себя Мы теряем Своё Предназначение И самое главное Что мы исчезаем С лица земли Потому что Матушки земли Люди В человеческом обличии Вернее Животные В человеческом обличии Не нужны Вот у нее Своих животных Достаточно Вот поэтому Я еще раз повторяю Наша традиция Всегда основывалась На взаимодействии Этих двух Начал И конечно же Правь и совесть Во всех Так или иначе Праздниках Обрядах Инициациях И посвящениях Должна была Победить Вот Вот таким вот образом В нашей традиции Объяснялось Понятие Темных и светлых сил То есть Темные Повторю еще раз Это силы Стихии И инстинктов Потому они Изображались В виде животных А Светлые Это мир Божественной прави И как правило Боги Изображались Всегда В человеческом обличии Что ж Хорошее объяснение Я думаю Здесь все и логично И все по местам Расставлено Так что Нашим радиослушателям Остается только Наверное Осознать Согласны они С тем Что ты сказал Что я сказал Или у них Есть какая-то Своя версия Кстати Если у вас есть Какая-то своя версия То пожалуйста Вы можете Написать в чате В чат попасть Очень просто Заходите На наш сайт Для того чтобы На него зайти Вам достаточно В любом поисковике Набрать Народное славянское радио После этого Вы окажетесь На сайте Славомир.орг Ищите слово Чат Если еще не зарегистрированы И появляется форма Регистрации То логин Пароль себе Придумывайте Емейл указ Какой-нибудь простенький Если же зарегистрированы Уже были То логин Пароль вводите И уже можете пользоваться Когда ты говорил За свои дела Пекло Пекло перед ним Откроется Широкие двери А во-вторых Вы себя превращаете В существо Очень низкого уровня Когда Завидуете Этому Так делать нельзя На мой взгляд Это ведет К очень нехорошим Последствиям Для того Кто завидует Так Ну что Вопросы у нас есть Поговорим По вопросам Пройдемся Да Я думаю Что можно послушать Вопросы Посмотрите Какие у нас А вопросы Многие Начнем с того Что написал Виталий из Эстонии Вопрос в эфир Щедрец Праздновали 31 декабря Это вопрос Это вопрос От Виталия Из Эстонии Ну Видишь Это вообще Щедрец Это ведь Щедровать Это каледа Во многом По Украински Белорусски Вот Поэтому Здесь Календари У нас У всех Очень Разнятся Поэтому Щедрец Я считаю Это как раз Каледаба То что 31 число И подтянули Это к новому году Но это уже Вот как раз Вот Это последнее Последнее время Вообще Ну Щедрец Это каледа Щедровать ходили Каледовать Я же говорю Вот я так как я Детство Жил в Воронежской Так сказать Губернии Вот А там Очень Тесно связаны Вот эти этнические Украинцы И белорусы Вот Ну белорусов там Не много Украинцы скорее Белорусы больше В Смоленской области Вот А В Воронеже Украинцы Так вот Там Щедрушечка Щедровала Это именно Вот На каледу Пели И не 31 А именно На солнцестоянии На каледу Да Щедрый вечер Как раз Мне кажется Очень переплетается С древними праздниками Да Вечер Это как раз И есть Вот это Калядки Когда ходили И на щедрость людей Проверяли Проверяли Опять-то За свое Все по тебе Проверять Если уж мы говорим Про разные календари То наверное Надо отметить Что календарей Было огромное количество Рассеяние Все-таки Не только По Территориям Велика Но и глубоко Уходит корнями В прошлое Надо понимать Что первые Наши предки Если конечно Вы не ведете Отчет от обезьян Или от пробирки Какой-нибудь От глиняного комочка Из которого Кого-то кто-то слепил Ведете От богов То в этом случае Первые наши предки Когда здесь появились Они Преобразовали Свой календарь Для Бытия Здесь И получился Календарь Вот тех времен Очень-очень Древний Сейчас Если мы Тем календарем Пытаемся пользоваться Наверное Это будет Не совсем верно Потому что Уже И ось земли Изменена И скорость вращения Да и размеры Наверное Тоже Как-то Поменялись И тепло Не совсем Так Как хотелось бы В некоторых местах А где-то Жара Вместо того Чтобы быть Прохладе Вот Поэтому Многое Что менялось Календари Менялись Календар Как раз Потому и называется Календар Что вот он Давался уже Для нового Бытия После определенных Перепетий И даже Бог тоже Приходил Своим посланием Неоднократно Для того Чтобы вносить Корректировку В быт Людей Восстанавливать Знания После Опять же Каких-то Кто-то Любит слово Катаклизма Ну После катаклизмов После каких-то Неприятностей Которые на земле Происходили Вот Естественно И жреческие Календари Тоже менялись Если тот Первый Про календарь Его можно Называть Абсолютно Жреческим Потому что он был первый На этой земле Для людей Расы То дальше Появлялись Уже и поправки В греческих Говорка По фрейту То что называется Потому что Есть у нас Выпуск Передачи Про Грецию С жреческой Вот сейчас И говорился Греческие календари Тоже какие-то Поправки Вносились И сейчас До нашей Днии Дошли Жреческие календари Но в упрощенном виде Но помимо Жреческих календарей Существуют Бытовые календари И бытовые календари Они еще более плотно Привязаны Как календарь К тем Традициям Которые люди Почитают И в себе Содержат К тем местам Где они Проживают Потому что Например Человек может быть Жить в Якутии Но у него должен быть Свой календарь Он может быть Может проживать Например В Северной Африке У него свой будет Календарь Он живет Где-нибудь В Крыму На Дальнем Востоке Тоже будет отличаться Календарь То есть Календарь Это привязка К каким-либо действиям Которые происходят В течение всего лета Вот это надо учитывать Поэтому Огромнейшее количество Календарей Огромное количество И когда Кто-то начинает спорить Какой календарь Был на Руси Какой правильный Это человек Который или не понимает Темы Или специально Пытается Кого-то вести Заблуждения Надо На мой взгляд На сегодняшний момент Осознать Что У нас было Огромное количество Календарей Привязанных К определенным местам К определенным родовым Обычиям Традициям Способам жизни И так далее И не надо здесь думать Какой календарь Более правильный Потому что Таким же образом Можно Например Наставить Что люди всегда Ходили в панаме И в шортах Или Всегда носили Например Шубу Вот всегда носили Шубу И валенки И шапку Такую меховую Вот из этой же серии Ну глупость же Правильно Потому что Попробуйте В этой шапке В этой шубе Где-нибудь На юге Пожить Ну как-то Наверное Не очень у вас получится Или в шортах Опять же В ту же самую Якутию Приезжайте К якутам И попробуйте Сорокоградусные морозы Им объяснить Почему именно так Надо ходить Вот это Из той же серии Как например Кому-то доказывать Какой-то Про какой-то календарь Тем более Про его правильность Тем более Про то Что уже Много что изменилось Надо просто знать Что такие календари были Надо понимать Почему они были Надо понимать Как люди жили Потому что Если вы не понимаете Как наши предки жили И близкие нам люди То в этом случае Тогда вы теряете Целый пласт Своего прошлого А это Очень Нехорошо Может для нас Потом Сказаться Итак Про щедрец Мы ответили Вопрос эфира От Олега из Иркутска Здравия Дорислав Подожди Хочешь добавить Да давай Добавить по поводу Вот календарей Вообще Если вас так Разговаривают Что такое традиция Традиция Вообще Это не наше слово Если вы знаете Это греческое слово И оно означает Передача Вот То есть Передача Чего-либо Кому-либо Вот Соответственно Передача Из поколения В поколение Каких-то определенных Внешних условий А для чего Нужны внешние условия Внешние условия Нужны для воспитания Кого-либо И для чего-либо То есть Если мы возьмем Определенную традицию То есть Это рамки Внешнего мира При которых Растут и воспитываются Те или иные Качества в человеке И поэтому Если мы возьмем Например Последние тысячи лет Там или 500 лет Особенно Христианства На Руси То сами понимаете Кого растили христиане Христиане Растили рабов Соответственно Традиция христианская Она и Воспитывает Человека Который Должен подчиняться Своему господину Вот Если взять Славянские традиции Славянские традиции Воспитывали человека Вольного Который Сам вершил Свою судьбу Человека-созидателя Который Встроил Который Сам себя Совершенствовал Это очень важно Понимать То есть Боги Над человеком Не стояли И ни пальчиком Ему не грозили Боги Род Создал условия Он создал землю Создал солнце Небеса И Своего потомка Пустил Скажем так В явный мир И сказал Вот мой дорогой Учись Учись теперь Стать Если хочешь Стать таким же Как я Учись быть Созидателем И поэтому Наша Традиция Всегда воспитывала В человеке Прежде всего Самоорганизацию И самостоятельное Принятие решений Исходя из того Что вокруг него Происходит Поэтому Традиция Я еще раз говорю Это определенные Внешние условия Которые воспитывают Определенного человека И вы можете Это Очень хорошо Показано Вот последнее время В нашей стране Когда До семнадцатого Года Была традиция Опять же Царско-монархическо-христианская Где были Скажем так Дворяне Вольные И крепостные То есть рабы Потом была Советская традиция Традиция Которая практически Полностью Разрушила Старую традицию Где воспитывались Гомосоветикус То есть люди С определенными Чертами С характером И так далее Поэтому была заведена Как вы помните Другая традиция Были другие праздники По-другому Они назывались Потом в девяностом году Советский Союз Рухнул И появился Такой Капиталистический Беспредел Который вообще Никакой традиции И каждый Каждый Сам себе Традицию Эту искал Вот Соответственно Потому что Государство Власть Занялась Своими делами Народ Она предоставила Самому себе И народ Кто-то Погиб Потому что Не мог Самоорганизоваться Потому что 90% Населения У нас Люди Ведомые Вот Кто-то Начал Сам себя Как-то Организовывать Искать Традиции Кто-то Христианскую Буддийскую Нашел Кто-то Славянскую Для себя Нашел И Войдя В эту традицию Начал Выстраивать Свою жизнь Определенным Образом Вот Поэтому Традиция Это прежде всего Внешние Условия Жизни Человека При котором В нем Созревают Или воспитываются Те или иные Качества Их было Очень много Разных Вот И на всякие На все случаи жизни Так сказать Я хочу Только еще Маленькое Тоже От себя Копеечку Вбросить Наш разговор Дело в том Что Многие Так называемые Индоевропейские Языки Они так или иначе Связаны С древним Русским Языком Или Со славянскими Языками Хотя кто-то Говорит Что славяне Это более Новое слово Но так принято Сейчас уже Называть Поэтому Мы не будем Выяснять Древнее Ноли Новое Со славянской Группой Языков И в частности Язык Греческий Или как я уже Говорил Жреческий Что нам верно Более правильно Говорить Когда Жреция По современному Греции Занимала Небольшую Территорию И там В общем-то Занимались Ничем иным Как Жреческими Какими-то Работами Трудами Это примерно Если по-современному Смотреть То же самое Как Ватикан Внутри Большой Страны В Ватикане Занимаются Определенными Делами Связанными Так называемыми С божественными Культами Или с религиозными Культами Католической Церкви Вот то же самое Была и Жрецы Когда Жрецы Там занимались Чем-то Поэтому Там огромное Скопление На малой Территории Различных Культовых Сооружений И Поэтому Оттуда Идет Много Преданий И так Далее Но Вопрос А сами Жрецы Кем они Были И если Мы Начинаем Разбираться Туда Копаться Уже Поглубже То Это были Одни Из наших Соплеменников Одни Из наших Сородичей А раз так То Жреческий Язык Тот Который Существовал Там же В Греции Он Принадлежал Все-таки К славянским Языкам Недаром Греция Появилась Не так давно Это вообще Слово Можете Открыть Посмотреть Когда вообще Греция Появилась В том Современном Виде Как она Есть Недаром Те люди Которые Населяли Грецию Они Долгое Время Не принимали Греческий Язык В том Виде Как И мы Их навязывали Потому что Каждый Говорил На своем Языке Больше Похоже На Южные Диалекты Русского Языка Поэтому Долгое Время Там Ломалось И Так же Как и С искусственно Созданным Латинянским Языком Латынью Многие Славянские И русские Слова Коверкались Переводились В так называемый Греческий Или латинский Язык И поэтому Очень много Языков Очень много Слов В латыни Которые Русские Ну там Добавились Унус Какой-нибудь Инус Или что-то Окончание Какие-то Добавились Например Лопата Лопатус Ну условно Спина Спинус Вот Так шутка Такая Вот То же самое И в греческом Происходило Поэтому Когда потом Стали переводить Уже на русские Так называемые Греческие Слова То Получилась Такая интересная Вещь У нас Были Более древние Слова Которые Сейчас уже Из-за Бехода Вышли Из-за своей древности А к нам Стали заходить Греческие Латинские Ну и прочие другие Которые в свое время Вышли из Славянских языков В том числе И слово Традиция Если уж разобраться То Рад И так далее Да Вот если там Окончание выбираем То получается То Радица Это говорит о том Что наследие Или то Родица Наследие родов Наследие Божественной мудрости Божественного сияния То о чем Вот как раз ты сказал Вот Я считаю Что конечно же Нельзя по буквице Переводить уже Искаженные слова Но если мы Немножечко туда Отмотаем И уберем Вот это искажение То станет понятно Откуда это слово Пришло И что оно означало Изначально Если мы поднимем Древние наши Слова То мы увидим Что очень Конкретное Пересечение С нашей Древностью Ну как-то вот такие Пять копеечек Я забросил Дальше идем? Ну давай Вопрос эфира От Олега из Иркутска Здравия Дорислав Какие основные Отличия и схожесть Ведических калядок От христианских По обычаям По сути По энергетике Благодарю Ну друзья мои Вы видите Вот В процессе разговора То есть Калядки Разные Вот Я вот например Опять же Пропел в эфире Так сказать Воронежскую Калядку В Белоруссии Были свои Калядки Вот И В любом Случае Это калядки Которые Значит Призывали Хозяина Поделиться Вот То есть То что Означал Вообще Сам Сам смысл Вообще Этого Праздника Щедрот Вот так сказать Но Приходом Христианство Просто Их переделали Вот И Если например Там В каких-то Калядках Славили Там солнце Рождение Нового солнца То Христиане Начали Иисуса Христа Соответственно Славить Поэтому Вот Мне бы этот вопрос Перед глазами Его что-то найти Не могу Потому что Я тебе могу Еще раз Прочитать Какие основные Отличия и схожесть Ведических Калядок От христианских По обычаям По сути По энергетике Ну Отличия Я еще раз говорю Тут Наши Славили солнце Вот И Соответственно Христианские Славили Иисуса Христа Деву Марию Ну И так далее В чем еще Какой еще Вот он Самый такой Серьезный смысл Вот Того что Чем Чем они отличались Я думаю Что Здесь Любой человек Который поднимет Историю христианства Наткнется На интересные Такие факты Что До определенного Момента Дата рождения Иошуа То есть Иисуса Была Совершенно Неизвестна Как и дата рождения Иоанна Претечи То есть Иоанна Крестителя И в конечном Итоге Для того Чтобы Какое-то Упорядочение Внести В религиозное Писание Действия На одном Из Вселенских Соборов Было принято Решение Что Иисус Родился Вот в районе Как раз Коляды А Иоанна Претеча В районе Другого Праздника Летнего И вот Они упорядочились Один против другого Стал И Теперь Многие Христиане Которые Отмечают Ну так сказать Условно Католическое Рождество Они встречают Рождество Именно Вот В эти Дни И говорят Божич народился Ну а если Уж Мы говорим Про Наших Каких-то Древних Богов То одно Из названий Бога Которые Так или иначе Связывались Солнцем В некоторых Опять же Родах И традициях Родов То есть Наследие Родов Он Такой божич Назывался Хорс И если Вы В прошлой передаче Мы этого касались Если вы Напишите Хорс И Христос И уберете Оттуда Гласные И посмотрите Как на древних Иконах Что-то писалось То вы увидите Х-РС Хорс И Христос Примерно Так же Они написаны Только Потом Христу Еще Добавили И Из То есть Три буквы Я с тобой В этом отношении Согласен Я не хотел Это как-то особо Озвучивать Но действительно Христианские Праздники Вообще Вот Они Привязаны Действительно К Солнцу И рождение Солнца У них Рождество И дальше У них Пасха Возрождение Солнца На наш Ярилу Вешнева Когда он Начинает Нарождать Солнце Жизнь На Медгард Земле И потом Ледние Праздники И осенние Праздники Так или иначе Но и даже Если брать Вот Кельтский Крест Который Очень Ну скажем Так Ёмко Олицетворял Действительно Движение Солнца По небосводу То есть Ярила Движется Одновременно Сверху Вниз И слева Направо И причем Обратим Внимание Не так просто Кельтский Крест Если уж Мы начали Говорить Был взят За основу Потому что Многие Рода Кельтов Как их сейчас Принято называть Кельты Хотя на мой взгляд Там было более Древнее название Они имели К большому удивлению Многие Девятидневную Неделю А это Один из Жреческих Календарей Где Девятидневная Неделя Присутствует И самое Интересное Вот Мы сейчас Говорим Когда же Эти нововведения Стали Когда что-то Там Происходило Вот Исторические Источники Датируют Первые упоминания О семидневной Неделе Периодом Древнего Вавилона Около Двух Тысяч Лет До нашей Эры Вот так Вот Просто Себя Наум Наматывать Когда Это К чему Относилось Оттуда Эта Традиция Перешла К евреям Грекам Римлянам И разумеется К арабам Иудейский Историк Иосиф Флавий Уже В первом Веке Нашей Эры Написал Нет Ни одного Народа Греческого Или же Варварского И ни одного Народа Другого На который Не распространился Наш обычай Воздержаться От работы На седьмой День Так что Смотрите Как интересно А потом уже И Индия Тоже Перенялась Семьедневную Неделю Поэтому Кто спрашивает А где Вот эти Древние Календари Там Пятидневные Трехдневные Семидневные Четырнадцатидневные Девятидневные Которые Многие говорят Да Друзья мои Ну Две тысячи лет Экспансия Была Внедрение Семидневного Календаря А когда Побеждал Кто-то То в этом Случае Победитель Убирал Все что Было До него Приходит Победитель Вот вспомните Да Пришли Ну условно Пришли немцы В село Что они первым делом Делали Они сбрасывали Сельсовета Красный Флаг Приходили Наши Они сбрасывали Сельсовета Немецкий Флаг И вешали Свой Флаг Пришли Наши В Берлин Что они сделали Первое дело Несколько флагов Было поднято На Рейхстаг Вот и все Потом начались Переписывания И Переделывания Той же самой Истории Прошлого Ничего удивительного Здесь нет Надо просто Чуть-чуть Осознавать себе Что Если Мы взрослые люди То мы Должны Замечать Природа Меняется Жизнь вообще Непостоянна Нестатична Все в ней меняется Приходят одни Уходят другие Кто-то побеждает Кто-то подчиняется Победитель Переписывает под себя А если это длилось Уже Не две тысячи лет А четыре тысячи лет Вот И По определенному Календарю Многое что сходится То в этом случае За это время Как там В одном из стежков Во время пути Собачка могла подрасти Да Но я Действительно С тобой согласен Что Некто настраивал Не только на Семидневную неделю Но еще и на Шестидесятилетний цикл Вот То есть Укорачивая жизнь Человека С 144 лет До 60 Всего лишь Вот То есть Кому-то нужно было Именно таким образом Чтобы Люди менялись Поколения Гораздо быстрее Вот Чтобы ресурс Гораздо быстрее Свой вырабатывали То есть Это действительно Такая очень Глубоко Спланированная Программа Причем Людей Которые Вернее Существ Которые Живут Явно Не 60 Лет А как Минимум Тысячу Лет Вот Так что Действительно Уничтожались Источники Которые Существовали Даже Тысячу лет Назад То есть Александрийская Библиотека Библиотека Ивана Грозного То есть Периодически Действительно Стиралась Полностью Вся информация О прошлом И писалась Заново Вот Так что Но Я хочу Сказать Что Те Кто Старались Стереть Материальные Источники Ну Либо Не знают В чем Я сомневаюсь Либо Может быть Считают Что этого Не произойдет Они Не учитывают Одну Простую Вещь Есть Такое Понятие Как Наследственная Память И Матрица Души Период Воплощения Скажем Так Душ В зависимости От их Сословия Разный То есть Пример Населяне 200-300 Лет Период Воплощений Бояре Князья 400-500 Лет И волхвы 800-1000 Лет Поэтому Как ни Старались Христиане В свое время Уничтожить Носители Данной Культуры Вместе С материальными Источниками Сейчас Начнут Воплощаться В нашем Временном Потоке Те Кто был Тысячу лет Назад Как раз На заре Прихода Христианство И восстанавливать Все знания И умения Которые Были До Этого То есть Это Природный Закон Вернее Устой И Все вы Прекрасно Знаете Что Осенью Дерево Сбрасывает Листья А весной Они Вновь Вырастают Поэтому Если Говорить О том Что Многие Радуются Тому Что якобы Славянского Наследия Нет И Быть Не Может Потому Что Уничтожены Последние Источники Зря Радуются Есть Такое Понятие Как Воплощение Перевоплощение Преемственность Воплощений И Сейчас Сплошь Рядом Рождаются И Просыпаются Те Кто Был Носителем Данной Культуры Традиции И Они Начинают Из родовой Памяти Доставать Праздники Обряды Знания Информацию И Никакие Христиане Никакие Другие Представители Ярко Выраженного Такого Скажем Так Ярко Выраженной Узурпации Нашей Культуры Традиции Не справятся С тем Что происходит На Заре Скажем Так Дня Сварага Я думаю Что зря Мы в данном Случа Применяем Слово Христиане Потому Что Многие Христиане Они К сожалению На мой Не читали Многих Так называемых Святых Писаний Поэтому Себя Они даже Христианами Называть По совести Не могут Они просто Называются Так Потому Что Так Принято Вот А занимались Вот такими Делами Как сжигали Библиотеки Укрывали Знания Планировали На многие Тысячелетия Вперед Какие-то Свои дела Исходя Из того Что происходило С землей С нашей Солнечной Системой С галактикой О чем Я вначале Говорил Про Ночь Сварога Вот Надо Наверное К ним Направлять Такие мысли Что это Их деяния Сами-то Христиане Они Это Не делали Или Как сказать Их руками В лучшем Случае Это что-то Делалось Но Какого-то Умысла У большинства Добрых Людей Что-то Своё Уничтожатие Не было Поэтому Я вот так Не стал Одной Мерой Всех Людей Которые Мерить Среди Них Были Определённые Исполнители Как и В любом Народе Есть Кто-то Исполняющий Что-то Может быть Даже Не самое Лучшее Большинство Людей Это Вполне Хорошие Стремящиеся К чему-то Хорошему И доброму В любом Случа Незнание Закона От ответственности Не освобождает И Как В царские Времена Так и Сейчас Особенно РПЦ Так или Иначе Все Славянские Праздники Ставят Под Запрет И Стараются Их Натянуть Опять же На наши Праздники Какое-то Своё Понимание Вот И так далее Это происходило Вот буквально На моих Глазах Вот когда Солнцеворот У нас в Омске Пытались Значит Провести Молебен Вакунёва В связи С началом Великой Отечественной Войны Чтобы не дать Праздновать Поэтому Христиане Хорошие Или плохие Как-то вот Я не хочу Их там Как-то Дифференцировать Я знаю Что РПЦ Как конкретно Иерархи РПЦ Они делают Своё дело Уж по чьей указке Они это делают Мне так вот Всё равно Я с тобой согласен Что дела Такие есть Я всё лишь Сказал Что мы Не будем Мерить всех Одной Мерой Не будем Под одну Гребёнку Чесать Надо понимать Что каждый Отвечает По делам И заслугам Своим То есть Ни ведание Ни знание Не освобождает От последствий Как это сказано В древности Нашей То есть Современным языком Ни знание Закона Не освобождает От последствий То есть От применения Закона То же самое Здесь Поэтому Люди-то бывают Хорошие Но какие-то Иногда Творят Не очень Хорошие дела Почему? Да потому что Просто не понимают Что они делают То же самое Иисус говорил Да прости Потому что Не видят Что творят Вот из этой же серии Ладно Такой небольшой Экструс В прошлое У нас произошёл Идём дальше Вопрос от Владимира Измытича Дорислав На научную основу Не пробовали Ставить Проявление Чудесных сил В зимний день Перуна Величина Фоновых Магнитных Электрических Полей Ход Времени Скорость Химических Реакций Ну Дорогой Владимир Вообще У нас здесь Не Передача Это не Скажем так Научная Вот А всё-таки Здесь народные праздники Обсуждаются Конечно же Я в этом Даже нисколько Не сомневаюсь Вот В том числе И Капица Наверное Тоже не сомневается Что есть Объяснение Любых Любых Физических Феноменов Определение Так сказать Вот С научной Точки Зрения И сейчас Как раз Вот Наука То И Пытается Догнать Те знания Которые были У наших предков Вот Только эти знания Объяснялись Немножко по-другому Вот А так Даже Например То что В традиции Понималось Как вот Но преемственность Дней То есть Когда Человек Ложится спать И Перед сном У него происходит Полный отпечаток Того что было с ним Состояние Внутреннее И внешнее Вот И этот отпечаток Потом Утром Когда суть Возвращается В тело Считывается И Восстанавливается Преемственность Дней То есть Человек Вспоминает Кто он Где он И чем он Занимался Вчера И чем он Будет заниматься Сегодня Сейчас уже Наукой доказано Действительно Что перед сном Мозг Запоминает Гораздо лучше И соответственно Людям рекомендуют Если с ними произошло Что-то плохое Не ложится Сразу спать Потому что В таком случае Это Это негативное событие Отпечатается Очень глубоко А все-таки Постараться Как-то снять Эмоциональное Напряжение Определенным Медом Только потом Ложится Спать Поэтому Я уверен Что есть Обоснования Всех этих Проявлений Чудесных сил С точки зрения Магнитных Электрических Полей Но я не физик Поэтому я Данными терминами Информации Не обладаю Хорошо В принципе Я с тобой согласен Что у нас Ненаучный Сегодня эфир Мы говорим Про наши Какие-то Праздники Про нашу Древность Про то Что происходит На наших землях С точки зрения Народных Календарей И не только Народных Но здесь Если уж Отвечать То Я От себя Вот что Добавлю Не так давно Один из моих Хороших Знакомых Имел доступ К аппаратуре Которая Была изобретена Нашими Зеленоградскими Насколько я понимаю Учеными Американцы Повторить ее Не смогли Там давались Эта аппаратура Давалась для Опробования Они увидели Что она работает Но повторить ее Не смогли Ну Как говорит Задорнов Не буду Слово произносить Не получилось В общем у них И Не так давно Эта аппаратура Была Испытана Вот моим знакомым Привел Несколько человек Которые Одевали Эти датчики Там всего Четыре датчики Два на руки Два на ноги И Измеряется Сразу По всем Параметрам Телесным Как органы На себя чувствуют Какие там Параметры И так далее И вот что было Интересно К чему это Рассказываю Когда человек Просто пришел С улицы Вот он Садился Ну с улицы Приехал Вот он Прошелся по улице В этом безобразии Которое творится На дорогах Пришел Ему сразу измерили Показатели Такие Ниже среднего Так Разбалансировано Тело Разбалансировано Какие-то органы Между собой Связи плохие И так далее Когда же попросили Этого человека Собраться И помедитировать На чем-то хорошем А этот человек Еще занимается Энергетическими Различными упражнениями Связанными С ведическими Основами То буквально Через несколько минут Когда измерили Заново То оказалось Что у него Все показатели Превысили Норму В лучшую сторону То есть Тело все Сбалансировано Начало работать Все органы Друг с другом Получили полные связи Кровь стала Спокойной Переливаться И так далее Тому подобное К чему я это говорю Если сам человек Способен Выстраивать Свои телеса Очень быстро Конечно Если он умеет Это делать То что тогда Говорить о Природе О земле Что тогда Говорить о нашей Солнечной системе Что тогда Говорить о нашей Галактике Где в определенные Дни Вот такие Упорядоченные Энергетические Происходят И что же Тогда говорить Когда вместе С этими природными Упорядочиваниями С природными Явлениями Еще В круг Становятся Люди В обряд Когда они Единой мыслью Постигают Что-либо Или создают Что-либо Понимаете О чем я говорю То есть В этом случае Нет предела Совершенства Вопрос только Куда вы Свою мысль Направляете Как вы эти Дни используете Или вы Становитесь Как подчиненный Когда нужен Какой-то посредник Который Каким-то Предметом Что-либо Да что-то Либо докоснется И это Получит Какой-то Заряд Или что-то Еще Или вы Сами это Создаете Так как В принципе И положено Людям Делать Вот это Ответ Владимиру Дальше Следующий вопрос Елена 777 Здравствуйте Есть ли на Руси Объединение Волхвов Жрецов И подобных Сильных Личностей Обладающих Определенными Способностями Которые бы Защищали бы Наших людей Занимающихся Просветительской Деятельностью От энергетических Воздействий Наших Врагов Есть Такие Есть Елена Есть Это Весь твой ответ Или что ты Еще скажешь Дело в том Что конечно же Есть Хранители Руси Вот И сами Вы прекрасно Понимаете И видите Что если бы Не Поддержка Именно Этих Скажем так Сил То Наверное Нашего государства Уже и не было Вы посмотрите Только Великую Отечественную Войну Кто-нибудь Выл в Волгограде Волгоград Это южный регион Здесь летом Очень жарко А зимой Здесь не так холодно Это юг Практически Вы посмотрите Какие морозы Стояли Когда была война Которые Заморозили Всю Значит Немецкую технику Вот И Это можно Прослеживать На Вот Действительно На протяжении Всей истории Мне в свое время Дед рассказывал Такую интересную легенду Вот Насколько она Действительно Имеет под собой Основания Исторические Мне сложно сказать Но Есть и есть Что во времена Петра Первого Был великий Такой Собор Родов Славянских Вот На котором Принимали решение Что же делать дальше Вот Потому что Настолько сильно Была Вот Настолько Сильно Было Масонское Влияние Вот Которое Действительно Царило под угрозу Вообще Существование Нашего народа Нашей культуры И традиции И вот Что Это озаботило Наших предков Они собрались И разделились На два больших Таких Ну скажем так Лагеря Одни сказали Что мы Уходим в тайгу И будем Скажем так Хранить Наследие Предков В неизменном виде Передавая его Из поколения В поколение То есть Не соприкасаясь Никак С государством И социумом Вот А другая часть Родов Высказались Другое мнение Сказали Что уходить От государственной Власти Нельзя Иначе же Мы потеряем Народ И соответственно Окончательно Потеряем себя И свою традицию И культуру И Вот Как раз Вторая группа Людей Они Значит Внешне Никак Не проявляли Себя В виде Носителей Данной культуры И традиции Но имея Способности Знания И умения Могли в критический Момент Воздействовать На Ход истории И выравнивая Его Если вы Скажем так Наблюдали Не так давно Полный Развал Советского Союза И в том числе Россия И кто Видит Тот мог Видеть Что действительно Россия Стояла На грани Полного Распада Американцы Хотели Отпилить Сибирь Сибирь Со всеми Ее Недрами И богатствами Вот Арабы Хотели Отпилить У нас Кавказ Вот И Краснодар То есть Было Конкретное Спланированное Расклинение России Но Некие силы Как вы знаете Не позволили Этому Произойти И Тут Однозначно Можно сказать Даже По Тому За что Посадили Ходорковского Если вы Знаете Они с Абрамовичем Создавали В свое время Две очень крупных Компании Это Сибнефть И Юкос Вот И когда Они их Создали То Юкос Строил Инфраструктуру На Кольский Полуостров Для Нефтеналивной Станции А Сибнефть Вытягивала Трубы На Чукотку Опять же Для тех же Нефтеналивных Танкеров Вот И В один момент Они Решили Объединить Значит Эти две Компании И Продать За границу Вы представляете Что происходило бы Если бы Эта сделка Состоялась То Сибирь Практически Оказалась бы Под властью Западных Скажем так Сил Ввод Войска НАТО Ну и так далее Это была бы Частная территория При этом Америка Бы заморозила Добычу нефти И наш бюджет Потерял бы Около 50% Всех Тех денег Которые нам Необходимы были Для нашей страны Для выплаты пенсии Социальных пособий И так далее То есть это был бы Крах И полный кризис В России Ну и последствия Были бы конечно же Необратимы И вот в этот момент Вмешались некие силы Которые предложили Этим двум олигархам Продать Свои компании В Газпром Вот Абрамович согласился И благополучно Уехал за границу А Ходорковский Начал права качать За что и был посажен На 10 лиц в тюрьму Вот И лишился вообще всего Поэтому силы есть И силы есть Которые Поддерживают Россию В целом Потому что Ну Если даже на данный момент Брать Представители славян Славянских общин Это наверное Ну может быть 1% от всего Населения страны У нас Большая страна И Сложно сказать Что хранители Выделяют только Жрецов Славянских И только волхвов Хранители Смотрят в целом За народом И влияние Их Очень важно Оказывается На Скорее Невербальном Уровне То есть Когда В каком-то Регионе Начинает Падать Скажем так Вот Люди В На том или ином Состоянии Светятся В определенном Спектре И когда Этот спектр Опускается Ниже Определенного Уровня Стихийного Состояния То это Грозит о том Что Социум Дичает То есть В нем Увеличиваются Преступления Происходит Своеобразная Такая Потеря Человеческого Вида Вот И Тогда Значит Выбирается Какой-то Наиболее Яркий И способный Вынести Поток Человек И через него Начинается Начинает Давать знания В практике И Своеобразный Поток силы Выравнивая Ту или иную Ситуацию Вот То есть Взаимодействие Хранителей С народом Он очень Своеобразный Вот Но Я думаю Что это не тема Для сегодняшнего разговора Вот Ну Я вам ответил Я думаю Надо будет спросить Ответ Получен Или не получен Мне например Да Ты ответил Вот так вот Мы разговариваем По креду Касаемся календарей И каких-то Религиозных взглядов В том числе И политических взглядов Которые связаны Со С Хранителями А на мой взгляд Здесь еще все просто Конечно же Россия Матушка Тем И знаменито Что Никогда На ней Святые люди Не переводились Всегда Ведическая основа Руси Просматривалась И будет просматриваться А раз так То есть Те Которые присматривают За этим С повеления Божьего Но Самый главный Оберег Для любого Человека Это Совесть Честь И здравомыслие Если вы этим Обладаете Если вы воспитали Себе это То тогда Никаких Иных оберегов Для вас не надо Вы будете жить Так как вам Это Необходимо Как у вас Это на роду Написано Идем дальше Анатольевич Сын Здравия Вопрос в эфир Какие из злых духов Бывают в городе Благодарю А что ты смеешься Вопрос насущный У нас в большинстве Городных Я вчера приехал Из Москвы Ух ты Вот повезло тебе Да И ты знаешь Я поэтому сегодня На эфире Немножко такой Приторможенный Потому что Я честно говоря Еще пока не отошел Под впечатлением Да Вот я действительно Под впечатлением Знаете Самое интересное Для меня впечатление Было Это метро Я в метро Был первый раз И вот эта вот Глубина залегания Особенно в центре Когда ты поднимаешься На двух Высоченных Эскалаторах Ну честно Вот меня Ввело в такое Я не знаю Ну в общем Впечатлений было много Но больше Раскопали Врата между Миря В пекельный мир Раскопали все Таки Горы Кавказские Отвалили Вот Меня Поразил все Таки Поразили меня Люди Очень резкий Контраст Между Крымными Москвичами И Приезжими Со всей нашей Многонациональной Родины Вот И Ну в общем Как-то я даже не знаю Как это оценить Но В общем Ну в общем Не знаю Не найду наверное слов Подходящих К эфиру Вот Но по поводу духов Могу сказать Что Кого там только нет Вот И соответственно Чем плотнее население Тем Плотнее Вот это вот Сборище Так сказать Но Что касается Опять же Духов То Все вы знаете Что Алкоголизм Наркомания Табакозависимость Табакозависимость Это все паразиты Это все энергетические паразиты Которые одолевают человека И пользуются его телом Для того Чтобы получать энергию Получать силу Поэтому все Так или иначе Все Человеческие преступления Они связаны с воздействием На человека Тех или иных Энергетических существ Вот Но какие конкретно Злые духи И как они называются В Москве Или особенно в Москве Я не смогу вам передать Потому что там столько национальностей А у каждой национальности Злые духи по-разному называются Вот Поэтому Я не смогу ответить Точно этот вопрос Потому что Ну я не знаю Как злые духи Какие злые духи Например у тех же Азиатов Которых в Москве Наверное уже процентов 20 Вот Если там сидит консьерж Он даже по-русски-то Толком разговаривать Не умеет Вот Поэтому я Я не знаю Какие злые духи Есть в городе Вот И Как они называются Тоже не знаю Сын Анатольевич На мой взгляд Не обязательно знать Как называются Злые духи И какие бывают Надо понимать Что Первое Их концентрация В больших городах Велика Второе Необходимо понимать Как С ними взаимодействовать И что Нужно делать Для того Чтобы не стать Подчиненным У этих злых духов Вот это На мой взгляд Наиболее важный вопрос Нежели чем Вопрос Какие Из злых духов Бывают в городе Всякие и разные Это Самое Злачное Самое Сладкое место Где духи Могут питаться Всеми видами энергии Всеми Начиная от тепловой И заканчивая Человеческой кровью Вот что хотите На любой вкус Вот на любой цвет Любой национальности О чем сказал Дорислав Пожалуйста Хотите узбека Вот вам узбек Хотите русского Вот русского Хотите еврея Вот вам еврей Грузин нужен Да сейчас найдем Негр нужен Да и это вот Навалом Пойдем к этому Институту Патрисам Лумомбо И там сейчас вам Найдем Кого хотите Так что Не важно Какие духи Злые Бывают в городе Важно что Они там есть И важно что Главный оберег Как я уже говорил С раньше Это чистота Помыслов Это чистая совесть Это здравомыслие Вот если этого нет То в этом случае Как бы они не назывались Прицепятся И будут сидеть Да еще и погонять Дальше Здесь я добавлю Что Они в любом случае Цепляются То есть Когда вы Когда вы Присутствует В метро В общественном транспорте В общественных местах В любом случае Очень часто Вы можете Принести что-нибудь Домой Вот И здесь Нужно просто Соблюдать Простые методы Гигиены Вот Если вы пришли Домой И чувствуете Что у вас Как-то Неровное Поведение То есть Вас что-то Раздражает В ваших близких В окружении Вот Это первый признак Того Что вы с собой Кого-то принесли Именно он Сейчас Стравит вас И получит Свою Негативную Энергию И благополучно Свалит А у вас Осадок останется Поэтому Если вы Почувствовали Ну и в любом Случай Придя с улицы Примите душ Помойтесь Обязательно Омойте Лицо Омойте Своё тело Потому что Многие Из энергетических Существ Очень не любят Воду Вот При этом Можно сказать Куда вода Туда беда Далее И ещё лучше Это Отлейтесь На воск Вот Как отливаться На воск Я подробно Рассказываю В своём Ролике Банк здоровья Показываю И Простые Методы Очистки От негатива Вот То есть Научитесь Своё Поле Душевное Живя в городе Держать В чистоте И порядке Потому что Мысль Сначала Проникает В ваше поле А потом Уже В вашу голову Соответственно Чем грязнее Ваше поле Тем больше У вас Дурных мыслей И чувств Внутри вас Вот Держите Всегда В чистоте Ваше поле Но Есть ещё Практики Скажем так Отпускания Образов Когда Вы Выстраиваете Вокруг себя Определённое Защитное поле На Скажем так Расстояние Вытянутой руки В которое Вообще Не пускаете Ничего Того Чтобы вы Не хотели Иметь в своём мире То есть Ничего Такого Всё Выдвигая Потому что Вот Маленький ребёнок Когда растёт Он всё Пробует На зуб Он всё Тянет в рот В том числе И собственные Какашки Вот А Потом Человек Вроде бы Научился Дифференцировать Что можно в рот Тянуть Что нет У него Начинает душа Тянуть Вовнутрь Всё Что нужно И не нужно И в итоге Набравшись Вот так Под завязку Вы приходите Домой И начинаете Плеваться Негативом На своих Родных И близких Так вот Научитесь Вовнутрь Пропускать Только то Что вам Действительно Нужно И то Что для вас Приятно Ятно Это слово Явство То есть Потребление То есть То что Ваша душа Может вкусить И получить От этого Радость И Скажем так И счастье То что Она вкушает И Скажем так Получает Только негатив Не берите Это Научитесь Это делать Живя В большом Городе Да И надо Ещё Понимать Что Вот эти Так называемые Злые духи Это Тоже Представители Природы Только Своеобразной Природы Не той Которой Вот Мы можем Потрогать Пощупать Но Проявление Её И Как и всё Природное Их можно Использовать В разрушение Вернее Использовать Слово Разрушение Подходит Использовать Для своего Роста И применять В разрушение И вот Если вы Это всё Осознаёте Если вы Это понимаете А ещё лучше Умеете Этим всем Пользоваться То тогда Саморазрушением Вы заниматься Не будете Вы использовать Будете Эти силы Природные А дух Это проявление Силы Природных Я уже сказал На пользу На благо Надо уметь Взаимодействовать Не бояться Не переживать Использовать Применять Технику Безопасности Получать Какие-то Навыки Ощущения Нарабатывать И так далее Вот в этом случае Вы становитесь Полноценным Человеком Который Не боится Природы А он Живёт В природе И он Всё использует На благо Своего рода На благо Своей державы Становитесь Человеками Вывод Простой Идём Дальше Макоша Ну Мокша Написано так Вопрос в эфир Версия О соответствии Мира Нави Инстинктам И стихии Не вполне Увязываются С идеей О перемещении Душ из Нави В явь И обратно Или же Картина Мира Несколько иная Уточните Ваше понимание Миров Прави Яви Нави Слави Если вы Этим понятием Оперируете Ну Я хочу сказать Что Правь Явь Навь Славь Это Миры Тонкие Вот И здесь Говорить О Яви Нави И Что конкретно Относится Какие силы Относятся К И перевоплощению Душ И взаимодействию С мирами Инстинктов И какие Силы Скажем так Относятся К миру Прави А какие Силы Инстинктов Относятся К миру Нави Мне Сказать Сложно Потому что Опять же Есть наши Миры Прави В которых Присутствуют Животные Священные Так Так же Как Ярила Появляются На Огненной Колеснице Запряженной В Лошаде И так Далее Поэтому Говорить Что Вот Мир Яви Например Или Нави Там Мир Стихии Инстинктов А Вот Здесь Я хочу Сказать Что Это Немножко Так Понятие В общем Если Брать Взаимодействие Двух Миров Мир Инстинктов И мир Прави Божественных Вот То есть Это Два Великих Океана То Между Ними Существуют Разные Миры И Разное Взаимодействие Вот этих Вот сил То есть В некоторых Мирах Ведь у нас Помимо Мира Яви Нави И прави Еще Очень Много Параллельных Миров Миров Разных Мерностей И так Далее То есть Это Очень Толстая Прослойка Взаимодействия Этих Двух Миров Вот И В каком-то Мире Больше Проявлены Инстинкты В каком-то Мире Больше Проявлены Правь И Совесть Вот Наш Мир Явный В конкретном Вот Временном Потоке И в конкретной Параллели Он Такой Достаточно Сложный То есть Здесь Все-таки Больше Представлена Стихийная Часть Поэтому И Здесь И люди Проходят Более Сложные Уроки Здесь Стихия Представлена В большей Степени Даже Чем Правь И совесть Вот И поэтому Очень часто Мы Социум Скатывается Именно В стихийное Состояние Вот Есть миры В которых Наоборот Миры Божественной Прави И даже Если брать Опять же Наш физический Мир Вот То Не говоря Там О праве Яве И наве Вот Есть Мы же Ведь Находимся На краю Галактики То есть На периферии И на нас Очень сильно Влияют Внешние Миры Вот Поэтому Здесь Представителей Много Там Из других Миров Вот А есть Ближе К галактике Есть Миры Где Божественный Устой Гораздо Ярче Выражен Вот А именно Оттуда Изначально Прилетели Сюда Наши Предки Вот С высокими Устоями Внутренними С высокими Понятиями Чести Совести Ну вот Созидательных Скажем так Качеств Вот Поэтому Мне Вот Сложно Соответствие Мира Нави Инстинктам И стихиям Не вполне Увязывается С идеей Перемещения Душ Из Нави В Явь И обратно То есть Но Навь Я бы не сказал Что она Состоит Только из Душ Людей Например Или только Из Душ Животных То есть Вообще Перемещение Душ Из Яви В Навь И не только В Навь Но Оно может Перемещаться Из Яви В Славь Или Из Яви В Правь Потому что Здесь же Ведь Души Приходят С разных Миров И скажем так С разных Мерностей Поэтому У нас И существует Сословное Строение Социума То есть Сословия же Делятся По уровню Внутренней Самоорганизации Вот Соответственно И души Есть более Зрелые души Вот Есть Менее Зрелые Поэтому Очень Такой Для меня Во-первых Вопрос Не совсем Понятный Вот Ну и Поэтому Я на него Немножко Сумбурно И ответил Вот То есть У меня нет Понимания Такого Что Вот Навь И Явь И взаимодействие Душ туда И обратно Происходит Только В Наве И Яве И только Людей Или только Животных Вот Потому что Ну Души Животных Животных Тоже живут Где они живут В Наве Или в Славе Или в Праве Кто на это Ответит У меня На это Ответа Нет Потому что Предки Приходят Тоже иногда С животными Вот Соответственно Значит Животные Присутствуют Духи Животных Присутствуют И в Праве Вот Ну Как смог Так Ответил Хотя К тому Этот вопрос Оказался Немножко Сложным Для меня Я Либо Его не совсем Понял Либо У меня нет Четкого ответа И понимания Это Хорошо Какие-то Священные Действия Может быть На капище Или в кругу Семьи Или в кругу Расширенной Общины Нежели чем Семья Которые Применяются На коляду Ну Богослужение Есть на коляду Которое Читается А в чем Оно заключается Что там Суть Этого Богослужения Какая Ну Там Славление Бога Коляды Нет Я не прошу тебя Полностью Прочитать его Потому что Это Все-таки Наверное Не формат Передачи А просто Рассказать Что там Просто славится Коляда И все И на этом Все заканчивается Да Или Все-таки Приносятся Какие-то Требы Или жертвы Или подаяния Нет Треба У нас ведь Состоит Культура И традиция Всегда из Двух Таких Основных Начал То есть Как я уже сказал Божественные прави И Мира Природы Поэтому у нас Праздники Очень часто Совмещенные То есть Сначала читается Славление Или Православление На Капище То есть Помещение Не обязательно Капище Природном А именно В рукотворном Храме Вот Где приносятся Требы Предкам Родов Прежде всего Приносятся Требы Богам Покровителям А потом А потом Уже Начинается Праздник На Улице Вот Где Происходят Именно Те события Которых Мы Вот Уже Говорили Поэтому Ну у нас Сначала Славление Читается В помещении А потом Уже Дальше Там Праздник Калиды С Калядками Вот И со Всеми Скажем так Кормлениями Духов Ряженых И так Далее И Елена Присоединяется Елена Семь-семь-семь К моему вопросу А как простым Людям Встречать Каляду Ходите Друг Друг В гости С чем Ходить Вот Пойте Друг 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 Калядки Сейчас Вот В интернете Много Таких Калядок Когда Люди Ходят Можете Собраться Съездить В лес Развести Костер Вот То есть Ну по крайней мере Хоть как-то Прикоснуться К миру Природы Выехать Из города Повзаимодействовать С мирами С миром Духов Вот И так далее Ну а так Вот Сейчас Предлагают Такие Городские Праздники Собрались Вечером Пошли По соседям В подъезде Попели Калядные Песни По Ну Там Собрали конфеты Пряники И потом За столом Сели Отметили Это То есть Видите Очень сложно Сейчас сказать Человеку Как Вот Без подготовки Взять И в кругу Своей семьи Отметить Тот или иной Праздник Потому что Как правило Все наши праздники Это Массовые гуляния Вот Которые Подразумевали Какое-то Общинное Там Или общедеревенское Шествие Гуляние Ну и так далее Ну и Город Как вы понимаете Сейчас Вообще Не расположен К тому Что Какие-то Народные Праздники Славянские Отмечать Потому что Все наши Праздники Как правило Всегда связаны Были с Костром С огнем С живым Огнем Вот Ну а В городе Где его Разведешь Вот Поэтому Единственное Что остается Сказать Ну В гости Друг к другу С песнями С колядками С праздниками Вернее с пирогами С печеньем И Отмечайте Потому что Ряженые Если вы по городу Пойдете Вас наверное Скорее всего Не поймут Вот Хотя может быть Сейчас В городах Потихоньку Наши Традиции Просыпаются И вот Маслинцы Уже отмечают Вот Я думаю Что скоро Будем и Калиду отмечать И скоро И по городу Будут ряженые Ходить Вот Отметьте Рождение Нового солнца Вот Соберитесь С всей семьей Ну вот Спеките Красивый Каравай Вот Попейте Чаю Прославьте Новое солнце Новое Ярило И Поверьте Ярило Не забудет О вас В Новом Лете Вспомните Родичей Хорошими Добрыми Словами Потому что Самые короткие Дни И нарастание Солнца Когда на рождение Солнышка идет Это очень благодатные Дни Если вы идете в лес То там можете еще и с братьями Месяцами поговорить Помните как это в сказке Да Вдруг чудеса какие-то перед вами будут Но только Осторожнее В лесу там разные бывают Вот Идете к друзьям То Приготовьте Какие-то вкусняшки Какие-то подарки Может быть Чем-то обменяться Потому что Хорошо Когда вам дарят Но еще лучше Когда вы Тебе что-то даете Вот Если вы Владеете Компьютером То наберите Калядные песни Но И Напишите себе Тексты Выучите И так вот Шутку хотя бы Для начала Поздравьте Друзей Это будет очень оригинально Очень весело Очень здорово Возвращение к нашим Истокам Даже в шутливой форме Даже не до конца Если вы понимаете Что вы делаете Но Когда это Добро Все выглядит И хорошо Это Очень здорово Так что Вот так вот Ходите в гости Друг к другу Помните о том Кто вы Помните о том Для чего вы Всегда Несите в душе Добро Идете От одного Дома к другому От добра К добру Так что Все очень просто В этом мире И тем более На такие светлые Праздники Ну Вообще Я хочу сказать Что конечно же Сейчас Да это наверное Во все времена Было так Но вот сейчас Особенно Это актуально Когда человек Действительно Просыпается Начинает Прикасаться Вот У него Пробуждается Родничок И Пробуждается В нем Его душа Корни Начинает Просыпаться Начинает Понимать Кто он Какому роду Племени Относится Какой культуре И традиции Конечно же Ему хочется Пожить Вот именно В том устое В котором Жили наши Предки Прикоснуться Именно Непосредственно Вживую К этому Вот И Сейчас Стараниями Так сказать Наших Общинников Действительно Создаются Поселения Где люди Живут Живут Этим Вот Бытом Бытом Наших Предков Простым Лишенным Большей части Благ Цивилизации И конечно же Это очень Хорошо Сказывается На душе На духе Человека Вот Он отходит Вот Вот этого Бешеного Городского Ритма Ну я вообще Хочу сказать Что Мне всегда Было очень Сложно Жить в городе Вот Поэтому я все время Жил в пригороде Потому что Деятельность Так или иначе Все равно Связана Каким-то образом С городом Вот И с людьми Которые живут В городе Но Я просто Вам хочу Посоветовать Если Коль уж Душа ваша Захотела Поехать в деревню То Ищите методы И способы Переезда На землю Потому что Так или иначе Когда вы Просыпаетесь Когда просыпается Ваша суть Ваша душа Ваш дух Ваше поле Начинает расти И вам становится Тесно в квартире А если учесть Что вообще В квартире Жить очень сложно Так как там Со всех сторон Представители Другие То есть И влияние Бетона И канализации Со всех сторон Ну Ну Неблагостно Влияют На вашу душу Ваш дух И соответственно Ваше счастье И радость В душе Вот Старайтесь Все-таки Переехать На землю Потому что Матушка Земля Она поет Кормит И она дает Радость В жизни Вот И когда Вы живете В деревне Вам конечно же Даже если Недалеко от города Гораздо проще Вам уже Праздновать Наши праздники Потому что Вы уже Живете на природе Вы вышли В огород И вам тут Духи Леса Вот И духи Воздуха И духи Воды И духи Огня Все они тут Вместе с вами Вот Так что Друзья мои Надо жить На земле Хорошо Мы с тобой Заканчиваем Эфир сегодня Итак Напоминаю Что по одному Из современных Календарей 21 декабря 2016 года Среда По одному Из старинных 11 день Месяца Божественного Сияния И покоя Мир 7525 лет Это четверик Мы говорили Про Каледу И зимний день Перуна Говорили мы Ни с кем Как с Дориславом Стариком За что Низкий поклон Тебе За столь Интересный Рассказ Также Выношу Свою признательность И благодарствие Всем нашим Радиослушателям Которые в чате Активно Переписывались Которые задавали Вопросы Столь интересные Жду от вас Предложений По будущим Эфирам Жду от вас Каких-то Ответных Слов Нравится Не нравится Кого бы еще Хотели услышать Если есть у вас Выходы На каких-то Интересных Людей То пожалуйста Приглашайте Мы всегда Добрым людям Рады Лишь бы это Только было На пользу Всему славянскому миру На пользу Всей державы А мне остается Только с вами Попрощаться И сказать До новых встреч До новых встреч Друзья мои Услышимся Народная Народная славянская радио Все нужно Все важно Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»